я бачу тебя бачу кто ты такой кто ну кто а кто 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 не понял а что у меня звук не оттуда идет а понятно и опять запустился у меня говорит гта играй не в говорит не надо играть в рп надо играть в обычную а я вот не знаю то ли а почему бы не поиграть в обычную да а давайте поиграть а давайте не знаю я выбираю сервер привет торпеда я выбрала сервер вообще то вот рейнбол выбрала выбрала же рейнбол ну а почему он мне не рейнбол запускает привет 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 арчи привет мистер дарт нам векуша еще видела векуша видела да да видела вот всех видела ау привет андрея ау привет привет ну привет привет что делаешь я пытаюсь запустить игру гт рп вот смотри почти получилось привет нетвокер привет кришма это сашка вы знаете вы знаете что у нетвокера имя настоящая сашка я его сдала вам это сашка и он живет в киеве сашка из киева у нас есть сашка из рашки вот и сашка из киева а давайте познакомимся вот как например андрея зовут андрей киди как твое имя привет стрим да не я пока болтаю просто привет векуш хеллоу амандиэль хеллоу хеллоу my people я валера 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 а еще у меня жуткая болезнь боязнь сцены серьезно а вот ты почему на моих стримах сидишь ты пытаешься побороть жуткую боязнь сцене потому что я аж как будто бы на сцене и выступаю правда а как ты смотришь стримы когда вот когда у нас полдэнс шоу а вот как он у тебя там вообще нормально или ты так и сразу закрываешь у тебя приступы случаются панические сандрос привет чулиан хола амандиэль хеллоу бонжур привет пашка давайте вот у викуша викуша как твое имя по-настоящему мы сегодня будем с настоящими людьми знакомиться я сегодня буду приставать ко всем подписчикам вот полдэнс я там не выступать так смотришь смотришь я не смотрю то есть ты выступление не смотришь серьезно безламикс привет привет мой единственный без сапки человек на моем а бля и аларик тут еще аларик ты меня пугайся как давно у тебя нет сапки кошмар это конечно со мной люди ну да хуй на блюде осуждают такое вообще выражение хм 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 я тебе привык я тебе да Спасибо за просмотр моего стрима, когда я играла на мой специальный игрок Профессиональный... Профессиональный супер Амейзинг в мире Спонсор Рейнбоу А да, сразу байтит Ну ты ж меня знаешь из Ломикс Я никогда в жизни не забайчу людей, у которых табу на сапке, у которых нет денег Поэтому все нормально, я буду байтить хоть до потери пульса, а ты стой на своем Типа, я ебал в рот, твое дерьмо, вот так и все Тебе легче сегодня или ты болеешь? Кстати, забыла температуру повырить, подождите Подождите, подождите А ты играть? С утра, с утра, короче, было 37,2 Не знаю, какого черта Какого черта было 37,2 Вот, но лицо немножко горело, да Один час без... Ты, один час? Че, прям вот час назад потерялась? Ну, лид, тимер Ну, лид, тимер, привет Самая противная 37... Я думала, самая... Типа такой, зашел ко мне такой Самая противная стримерша на всех, кого я подписывал Ну, у меня такое ощущение было, что ты сейчас продолжишь такой О, смотрите, у меня прям подходит Такая модная, да? Мне можно фотосессию устраивать Подходит к растению на этом Да, сейчас... Спасибо Очень приятно Дмитрий Край, привет! Нам вчера 100 сапок подарили, представляете? Подряд Поэтому все должны быть сапками Хэт Хно Фокс Викуша, привет! Ты че бухаешь тут без меня? Вика, привет! Привет, Вика! Вика, привет! Привет! Ты борщи варишь или пьешь? Я вот так и не пойму Ты че тут стоишь? Ля, микрофон не работает Ну, иди перезагружайся че Ой, блин, я не эту кнопку говорила А, вот все, теперь говори Привет Привет Короче, я хотела выпить Я разбила бутылку Я разбила бутылку Бутылку? Все, вина нет, бокал остался Капец Ну ты, конечно, руина, прям как я Вопрос это... Я громкая, да? Ну, чуть-чуть можно убавить Чуть-чуть прям вообще, наверное, так же, как и я Но тебе лучше зайти на стрим, как бы чекнуть Окей, потише Она готовит кушать, а ты уже за ругала Что-то так нехладно, что будешь делать Слушай, Вика, у меня к тебе вот такой вопрос Иди сюда А ну иди сюда Как ты относишься вот к таким вот идеям кухни? Вот когда окно вот так Ты, типа, готовишь и смотришь, что там снаружи Ну, вообще, мне кажется, прикольно Прикольно чем? Вот расскажи Есть какие-то недостатки и большие преимущества этого? Недостатки? Блин, мне даже сложно представить Потому что никогда такого у меня не было, конечно Но мыть окно придется, все же будет хлюкать Ага, да Короче, я тут посмотрела Земского Ты знаешь, что такое Земского? Ну, вряд ли ты знаешь Земского знают те, кто делает ремонт В общем, это такой умный чувак продвинутый Который, как бы, говорит, собаку съел на ремонтах Вот И вот он так обосрал эти окна А это было так классно И, короче, кому интересно, кто делает ремонт, ребят, посмотрите И я так после этого думаю, господи, какой ужасный вот это вот окна, когда ты готовишь В общем, интересное видео, ребят, да, посмотрите И я думаю, может кто-то, у кого есть, и они скажут Да, это точно, это полная руина, если вы поставите такое окно Тудор Таттл, hello! Тудор Таттл, one question Что ты думаешь о дворах вокруг твоей кухни? Ты думаешь, это хорошая идея? Или это руина в будущем? Класс! А что насчет того, что туда мыть, как его? О, градусник вывалился! Вот это я температуру мерю О, секундочку Ой, секундочку Сейчас Еще не помирилась В чем руина такая? Вот и посмотри видео Ни Барбароса, ни Сережки, ни Женьки Пошли от них на машину Я сейчас придаст на машину, мы с вами поедем кататься Сейчас поедем Араш I think it's good idea You sure? You sure? Maybe it's beautiful, but it's not comfortable Your window always be dirty No? Don't cry? Shepard hello Don't you cry No more 43 45 44 35 26 45 46 44 70 Я тебе хочу кожаные лосины купить, пойдем Джинсы, конечно, классно, но знаешь, на мотоцикле классно в кожаных лосинах Не накрашенная, пойдем красятся еще Блин, это панкейк? Да, это панкейк, но Блин, иногда Аleshия говорит, что думает, что ш... Wait, sorry... Да, ты можешь видеть наuniversу, когда ты не делаешь брус, иногда, когда... ...отсад, что... ...дарк, ты не видишь... ... Что вечером сможешь? Что-то мне кажется, у меня громко, я сейчас оглохну. А у вас не громко на стриме? И еще ты, по-моему, сильно себя убавила. Сейчас. А у нас подписчик. 14.09. Называется Сплаш. Спласх. Слышно. Спласх. Кто ты такой вообще? Что ты подписался на нас, на РП? Не, я так не делаю, я сейчас убавлю звук, иначе я оглохну. А вот тут убавляется? Так, вот тут убавляется, но это, подожди, это я убавила... Это я убавила себя, да? Я, у меня на стриме громко сама игра. Смотри. Ту-ру-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ру. Ту-ру-ту-ру-тут. Ой, я не туда поехала. Короче, я хотела сказать черепашке о том, что это окно, ты не всегда можешь видеть то, что происходит за пределами окна. Потому что, потому что, когда темно, солнце, свет отражается, и ты не можешь видеть просто. Вот, как это сказать по-английски? У меня есть переводчики? Только если это днем получается. О-о-о! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А-а-а, коленка... М-м-м-м... Магни... Ясенько. Это сь эта машина, или это декорация? Куда ж... Это вообще у меня такая же есть. Это нам выдавали, когда мы что-то там зарабатывали. А-а-а! Рейд! А шлем у меня остался варят, все нормально. Что у тебя? Шлем она сила, выкинула и все. А ты у меня всегда была без шлема. Я сейчас совсем не люблю. Мыть со шланга сверху и со стремянки. Мне кажется, это мыть нужно тогда каждую неделю, чтобы оно было красиво. Так, сейчас я схожу, заплачу за все. Так, подождите, у меня, оказывается, тут все пишут, а я не вижу. Олеся, в чем минусы? Добрый день, привет, сурок. Так, и... Обидно, досадно, ну ладно. Хочешь сказать, если тебя захотят напугать ночью, ты не увидишь, кто подкрадется к окну? Да, только если близко подойдут. То есть ты будешь видеть теменю. Ну вот, я не знаю, как сказать. Сейчас скажу. Окно на улицу. Я не знаю даже, как набрать, но... Блин. Ну вот, я... Ночь, может быть, так? Ночь. Я не понимаю. Блин, нет, у меня не получается. Найти хоть одну фотку такую в интернете, чтобы показать вам, что я имею в виду. Нет, сори. Потом тогда покажу. Так, 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 идем обратить. Тогда не делай его на первом этаже. Да, если там свет добавить, то будет прикольно. У вас нет квартиры? А, точно. Кстати, я в темноте боялась всегда в окно смотреть. Идеально, 36,6. Господи. Почему она у меня только вечером поднимается и потом с утра? Ути, Малипути, еще и в игры играешь? Да, это спонсорская игра, ты понимаешь? Это спонсор. Это у меня спонсор. Рейнбоу, радуга. Это сервер, сервер, сервер. Это наш любимый спонсор. Вот, это моя единственная игра такая, которую я мучаю все... О, дождик, господи, как красиво! А еще, знаешь, мне нравится, когда дождик, он тебя мочит. И у тебя немножко становится рубашка мокрая. Жалко, ничего не просвечивается. Да, особенно это дело. Ну, только тут непонятно. О, дождик, господи, господи, господи. О, дождик, господи, господи. О, дождик, господи, 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 господи. Вот это самое печальное, когда тебя сбивают в такую погоду. И ты лежишь, мокнешь в крови весь и ждешь споры, да? А почему вот этот чел не ответил мне? Это бот? Сплашкс. 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 Боясь сцены не тогда, когда на стриме сцену показывают, а тебя. Ну, все равно ты можешь проецировать свое, типа, каково это мне было бы сейчас танцевать на пилоне. Нет, нет, это плохо. Привет, Олеська. Ну, раз, 36,6, значит, хорошо, что нет температуры, спасибо воде, да, точно. Где у нас... Мне нужна... Мне нужна... Мне нужна... Одежда. Короче, там самая основная причина, почему мне взять окно. Я тут недавно задумалась, может, у меня новый аккаунт создать с нормальным нитком со свинью. Почему тебе не нравится? Да, меня постоянно нейтрально называют. Это Бланка. Это Минси. Ну да, это Минси. Ну да, Минси. Минси, да? Я буду тебя назову. Чат докторов. Вообще-то у нас вот Виктория Доктор. Нет, это не было. Окей, спасибо. Сирекс, hello. А, кстати, вы смотрели сегодня, что мы будем рисовать? Я сейчас приду. Так. У меня должны быть штаны вот такие, да, получаются? Вот, да. Это штаны за ужин, значит, мы покупаем. Сейчас мы ей купим. Штаны за ужин. И, знаете, хочу куртку какую-то вот. Куртку в рюке. Верхнюю вот. О, какую-то вот курточку такую, знаете, к мотоциклу. Так, либо куртка с ремнем. Либо куртка с ремнем. Либо что? Воу! Воу! Спасибо, Кевин. Спасибо, Кевин. Мне нужна ваша ремень. Оу! Так, значит... А Викуш, что тебе нравится? Эээ... Или мой прям вот... Так, значит... Я думаю, все-таки вот эту купить. Господи, это что было такое? В худи толстовка, значит... В худи толстовка, значит... Ну, тут, конечно, крутая, да, штука? Это... What do you think? Земского, да, земского. Земской, он это... Там было прям про окна. Пайкерская жилетка. Не, мне все-таки вот это вот понравилось. Сейчас скажу. Куртка стеганая? Какая? Ммм... Или это? Это, кстати, полуприкольная тоже. Да, где она? Куртка... Вот это, да, было? Или вот это? Вот это, наверное, прикольненькое. Только если ветер завернется. Что? Это тоже... Ну, сейчас Вика выберет либо ту, либо эту. Awesome. Да! А ты себе взяла... Вот я думаю, одинаковые взять или себе вот... Ну, вот такое, а тебе вот... Где? Ты, короче, выбирай первая или вторая. Я возьму ту и ту, а ты выберешь любую, хорошо? Седой, привет. Mr. Coffee Break! Hello. Adidas? Кос... Косовки? Как мы проспочировали, и мы не будем больше отсюда. Uuu, Барбарроз привет! Привет, Барбарроз! Привет, привет, привет! А мы хотели тут байкерами быть так-то вообще. почему сквозь двери просто смысле тут мне нету двери вообще-то так и куша иди я тебя да так значит а майка или куртка карандаш так посмотри то она а нет подождите на что я заберу вот куртку с ремнем и вот это вот с ремнями походу бери здравствуйте здравствуйте она я тебе правильно дала вау ля какие-то так еще вообще с джинсами тоже прикольно ты выберешь какие все-таки с джинсами с кожаными тебя понравится так а где она я чего не купила штаны руб а вот что я не покупал вот кажется они проверь они все мы байкерши нам нужно фотосессию теперь устраивать кстати ребята у меня тут была идея как раз как вы думаете по поводу реально фотосессии помните на вот этом черном которым мы катались на харли-дэвидсон и у них арендовать на часок только чтобы в их гараже был туда привести дым какой-нибудь вот есть устроить фотосессию в кожаном вот так же одеться курточка кожаная лосинки кожаные там стрипусе одеть ну да пойдет нет ну вот может ближайший месяц давай хоть примеримся сейчас мы за продуктами сесть и мы мы просто должны крутые быть понятно привет аналик аналик что аналик это типа попка аналик не так никнейм прочитала что за аналик аналик что магазин раз пострелять аналик боже что мы аналик 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 а почему я тебя ни разу не читала ну аналик тоже 1 ласково анальчик аналик да аналик аналик это как буллит к не знаю со мной многие знакомы скажи пожалуйста сколько-то раз заходил на мой стрим аналик ну вообще это бан воу you're so beautiful про тоже аватар блин там так шумно я люблю дочь но он такой шумный я еще хочу покататься барбарос пошли кататься пойдем кататься так куда мы сегодня идем мы идем значит пистолет да дай туда и стреляй хорошо давайте так привет russian привет шепард лирн у вас он лэнвич волк ты ты это видишь да это не одна я вижу юб пушки воробушки вот это огонь конечно и группе ну да уж прекрасные девушки ну да уж прекрасные девушки hello и пусть мне не любит анальчик ты лучше знаешь что скажи сколько раз ты был на моем стреле ты ж так и не ответил чёрт одно промазывание был или была не понял ты чё девочка я захожу ты гости когда ты готова ты гость я захожу ты ты гости когда ты готова так что это было а тут можно навыки стрельбы повышать вот это прикольно да 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 только один раз в три часа по моему стрелять я поняла готова делиться настроение до первого уровня пять раз стрелять хорошо будем теперь каждый раз а у тебя есть патрон у меня даже оружие нет наверное все его спустила куда-то а у меня в рюкзаке должен быть мне нет значит выложила у тебя в машину или себе в рюкзак одела у тебя рюкзак 10 10 или 9 10 7 килограмм а 7 а ты подаришь свой рюкзак вики мне же нету подаришь свой рюкзак вики не мне нельзя я тогда сделаю мне нельзя вообще мне нельзя такие вещи дарить у меня тот рюкзак слава богу никто не заметил красный помнишь вообще это не очень можно как то так поэтому можешь дарить им вики рюкзак который там не знаю какой я хотела что за рюкзак да все все мне дарите давайте я что захотела ну типа продавать будет машину взять хорошо сейчас возьму поехали тогда ко мне домой нет потом а че мне потом а ну ладно ой рпшка да рпшка ребят спасибо что пришли поддержать меня на рп и вообще не уходите а хочешь погоняться век нет точно я за пару хорошо куда так сейчас это я сделаю это сделать нужно покушать потому что нужно покушать а потом я поеду приставать я сегодня в доктору поеду я буду искать свой доктор что и буду к ней приставать минут 15 нужно сделать потом мы может быть еще подключиться пойдем по погоняем в гонке и потом пойдем потом еще не придло короче пошлите к доктору а поесть сначала поесть я выбираю куда есть а ты за мной успеешь а что кстати за фото отчет от входа тут а поняла просто за мной да я сегодня за рулем вы видели какую я картиночку вчера нашла красивую для рисования а не ну вы видели а ну ребят ну че скажете у меня получится у меня уже даже идеи как ее попробовать нарисовать чтоб это было красиво а Сссс Капа, это слепый Я знаю Нормально, да? О, пошлите на крышу корабля кушать. Поехали на крышу корабля кушать. Мы давно там не были. Раздеваемся. Это самое. Один вопрос. Подожди, что делать, когда ты умрешь? Нет, мне сказали, что я должна от первого лица доставить, и тогда я смогу выбирать. Нет, нормально, ты просто контрол нажимаешь, чтобы всплывать. Только раздевайся, а ты надежды намочишь. Ну, в принципе, нас так дождем намочило. Сможешь? Парт, ты тоже утонешь, если ты не раздеваешься. Раздевайся давай. Я, короче, забайтила всех пообедать на яхте, только чтобы вы разделись. Сейчас мы рекушу проверим, чтобы она не утонула. Ромка, привет! Привет, Ром. Рома! Ром, привет! Все, готовы, поехали. Вик, давай, не бойся. Ух, какая водичка-то холодненькая! Ух-ху-ху-ху! Ой, какие волны, капец! А сейчас я вам покажу подводный мир. Не утонешь? Нормально? Нет. Вау. Блин, знаете, кстати, как в Мексике и красиво под водой? Вот примерно так же, реально. Не бачу ничего. Ой-ой-ой, я тону. Help me, help me. Ааа, я, блядь, сейчас отдохнусь. Сука! Успела, боже мой! Капец, у меня на нуле жизни. Сейчас точно пойду лечиться. Блин, а такие волны, кстати, очень крутые. Ну, если плавать с ними. Там не лопухи, там кораллы. You should will buy window on the kitchen sink to see what I mean. Kitchen sink. Sink, I don't know what is sink. О, отлично. Так, теперь наверх пошли. Так, а как тут наверх здесь, я уже забыла. Блин, а вы помните, как наверх здесь? Вперед пройти через каюту. О, у тебя классная жинка наверху на спине. Барб. Захватка. Вот мне почему-то неинтересно, почему нет никакой интеграции с кораблем. Он просто стоит. А, что? Радист колососевна. А, это радист колососевна на спине? Ничего себе. Блин, почему-то всегда боялась кораблей. У меня даже, помню, кто-то в чате говорил, а ты не хочешь, типа, в турне, на корабле, вот, всякие штуки там. И мне всегда так страшно. Не потому, что я Титаник в детстве смотрела, а потому, что, ну, во-первых, я воды боюсь, а во-вторых, мне кажется, это какой-то, не знаю, вообще морская тема такая страшная. Вот, и поэтому даже вот, казалось бы, блин, так все лампово, красиво. Типа, Олеся, ты не хочешь в такой каюте, ну, типа, там, проехать? Ну, как курортный, да, вот такой. И мне вообще не хочется. Страшно. Может быть, я в старости, ну, когда-нибудь, когда уже все испробую, захочу в каком-нибудь таком круизном онлайнере побывать. Вот. Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что я никогда не захочу здесь побывать. Блин, ну, вы представляете, вы выходите, то есть в окно смотрите, а там волны. То есть, если что-то случится, то все, ты как бы, все. Ты как бы, все, да? Саш, привет! Тот 10 Рус, привет! Хотя, меня может соблазнить, знаете, что? Я вам сейчас покажу, что меня может соблазнить, только пойти на корабль. Я вам сейчас... Внимательно смотрите. Внимательно. Я почти не утонул в озере, все равно воды не боюсь. Я не знаю, у меня патологическая опасность воды, хотя я никогда не тонула. Я не знаю, почему я воду боюсь. Я боюсь ее в кране даже. Я помню, когда воду отключают, и краники, знаете, начинают делать такие штуки. Вот это вот. Господи! Это, наверное, самое страшное в жизни, что могло вообще случиться, ну, в этом... Ой. В... Как его? С водой. То есть мне, ну, не страшно, когда там ванна наполняется, но вот эти краны все, дырки в краны, канализация, вот эта вода, которая, я помню, кран прорвало у мамы дома. Мама была на работе, а у нас кран потек. И, то есть, там не то, что кран, а как бы вентиль, где-то там соединение было плохое, и вода текет, и не останавливается. Просто травма. Сразу психика полностью. С тех пор, я не знаю, у меня... Я этих кранов боюсь, их вообще даже трогать. Мне кажется, если их тронешь, они сразу открутятся, вода польется, и невозможно ее будет остановить. А еще помню, я звоню, вся в слезах, мам, тут кран текет, нельзя остановить. Она мне пытается объяснить, как перекрыть, ну, общую подачу воды, чтобы этот кран перестал течь. И я цеплями славе даю трубку, ну, брат, мы там эти краны крутим, все в воде, у тебя сердце вываливается просто из ушей, из глаз. Ужас какой. Вот как можно воду не бояться, когда она неконтролируемая такая, она просто огромная, стихия такая, просто потопит, и все. Да? А ты тоже боишься? Короче, у меня было такое, что в детстве кран прорвало, и как бы, и в комнате это было. Я думала, что сейчас вся комната заполнится водой, я утонула, я плавать не умела. Вот. Ну, я не то, что боюсь, что она, просто я знаю, что когда она текет, а это значит, а это значит, что, ну, как бы, как это сказать, что все, ты потопишь соседей, ты испортишь там технику, а, ну, знаешь... Я боюсь утонуть в комнате. Ну, я не вряд ли боюсь утонуть, но рассказывай все свои страхи. То это, ну, давай спрашивай, что я просто не помню, что это просто тема, мы сейчас в корабле, я думаю, боже, почему? Вот, кстати, что меня может... Забыла сказать. Что меня может привлечь в корабле, это куча еды. А я тут смотрю, я еды мало, закуска одна. Блин. А еще, ребята, я вам сейчас такое расскажу. Короче, почему я никогда теперь не буду выбирать 18 плюс отель? Вот, вот как вы думаете, почему я никогда не буду выбирать 18 плюс отель? А, вот, вот посмотрите, о, я куда-то воткнулась, я в раковине. Ёп твою мать. Почему? Это нужно к психу... Да не надо мне нормально все это. Почему? Так кормить плохо. 18... Нет. Там извращенцы, мужики доставили. Нет. Сколько я уже потопов передотвортил своими соседями со своими. Задай еще раз вопрос. Почему я разлюбила отели 18 плюс? У меня было два отеля 18 плюс. И почему они мне стали не нравиться? Дети? В смысле, там нет детей. Водку, камрэда, водка, давай, давай. Ут, сука! Асу! Давай, давай. давай. Only tequila with... with lime. А, да, да, вот, я же всегда, ну, господи, но отель 18 плюс, а он клюзив, что еще может быть лучше? Нет детей, никто не орет, писюнов на пляже голых нет, одни сочные мужчины, женщины, что тебе надо? Там стены тонкие, там нет, а одна была без пары, что тут думать? Нет. Не поэтому. Ну, все, я вот, я все сказала, я вам дала все, а вот потому, вот потому, что там вот такой куча бара, вот этот бар, ты приходишь к бару, ты стоишь и думаешь, боже мой, выбор, пей, не хочу, и ты, сука, заказываешь Pepsi Zero, и так каждый день. Думаю, что нахуя я переплачивала за отель 18 плюс? Я только, я в Мексике только два раза заказала два напитка, и то, я первую с ним фотку выложила, а вторую я попробовала, просто, сколько тогда положили сахару, и что это вообще за отрава, там такой юпи было, ну, то есть, там типа, если делают напитки, то там написано, например, там написано с манго, да, манго, ну, то есть, напиток там манго должно быть, да, там какой-то алкоголь, там, швепс, хуепс, то есть, смесь какая-то, ты берешь, ну, давай мне там пайны, а, мне вон, помню еще с этим, ну, это Pan Apple, и там был еще кокос, как вот этот классный коктейль называется? в отелях с детьми как будто баров нет, вот понимаешь, в All Inclusive, 18+, там как раз вот такие бары, их там куча натыкана, и ты можешь в любой, каждый день приходить, и сколько угодно напиваться, когда дети, такого нету, нету отелей, где можно вот так в баре приходить, вот такие бары, прикинь, и вокруг бассейн, и вот этот бар стоит в бассейне, ты просто плаваешь себе, в воде сидишь и бухаешь, и все бухают, 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 как бы, все, все бухают, ежедневно, ежесекундно, а ты, сука, типа пепси-жира давишься, потому что, ну, как бы, не прихалывает. Дети мини бухают, да? Но там, я не знаю, как там, но там нету такого вот, то есть там нету all-inclusive алкоголя, ты-то можешь прийти, как-то, может, там единственный бар есть, может быть, там наливают только, когда обед, я не знаю, ну, короче, я поняла, что 18+, много вот таких барчиков, это все ситуативно, ты надумалась, что хочешь сказать, вот такие бары, с безлимитным алкоголем, есть в каждом отеле, и даже с детьми, типа семейный отдых, детки плавают в маленьких бассейнах, а во втором вот такой бар, да? Да, конечно. Ебать, я дебил. Понятно все. Все тогда, все тогда здоровье. Как работает мышление человека, когда он видит вокруг маленьких людей, детей, он старается вести себя приличнее, поэтому ты просто интуитивно не пыталась найти бар с санлимитным алкоголем, когда ты видишь, что дети вокруг, но не все же такие. Да ни разу не видела. Все равно в отелях есть люди, отдыхающие без детей. Вообще ни разу не видела. Вот ни разу не видела вот в отеле с детьми таких баров, ни разу. Ну, один бар стоит где-то возле ресепшена всегда, там чай можно заказать, алкоголь какой-то заказать, вот, и все. Вот так, чтобы они на тыкани были по периметру отеля, ни разу. Ну, может, конечно, это потому, что ни Доминикана, ни Мексика была, а я была в Элклюзив только, ой, именно 18+, только там. Возможно, например, в Турции и Египте такое вообще не принято, но ни в Турции, ни в Египте нет ни одного такого бара. Хотя я была, ну, в четверке была. В пятерке я не была, но в четверке была, и такого нету. Вот, вот, вот так, мы жрать пойдем, пошли наверх, там же дождь закончился. В Шарме. В Шарме не было такого, вот я и говорю, не было ни в одном. У меня так, поэтому, когда я первый раз попала в Доминикану 18+, я такая, опа, ни хера себе, вот. Ну, типа, а, ну еще были, знаешь, где, ну, я не знаю, там, не понял. One second. По какому вопросу? Я вот не знаю, я уже пятый раз прошу не спрашивать у меня отзыва, а у меня все равно звонят и спрашивают. А вот куда можно галочку поставить, отметку, чтобы вы мне не звонили по этому поводу? Мне всегда просто все нравится, и я не хочу оставлять отзывы. Если мне будет что-то не нравится, я обязательно скажу, поэтому я бы не хотела, чтобы меня, ну, просили оставлять отзывы или какие-то там комментарии. Я такое не люблю. А что, у вас, ну, нельзя никак не оценивать, да? Нужно, это входит в услугу. Сука, как они заебали со своими отзывами, а? Я помню, я так психанула, она меня уговаривает, уговаривает оставить отзыв. Я говорю, вы знаете, я говорю, не буду вашими Бодо больше пользоваться, если вы мне еще, еще хоть раз позвоните и заставите отзыв оставить. Ты платишь, еще и пишешь. Да не говори. Пошли. Так. Лантерн, привет! Лантерн. Хололо, привет! Алло, Керт, привет! Не переставайте звонить, этот отзыв будет очевидным. Да, вот, кстати, такое ощущение, что хочется сказать, если вы мне будете звонить, я буду всегда оставлять плохие отзывы, но попадет-то, попадет-то, ну, как бы этим, попадет тем, кто, кто оказывает услугу. бесплатный копирайт от тебя хватит, скажи, что скидку напишу. Да нахер мне им скидки нужны, вон, как они мне сделают скидку, если мне вон, этот, да, Саш, что? Это их работа, не раздражайся. Так я понимаю, я сначала не раздражалась, и первое время я говорила, нет, я не буду, нет, я не буду, или мне некогда. Потом говорю, а можно вы мне не будете звонить, ну, где-то напишите там себе пометку, что вот Олеся Тюркин, ей не звонить, не спрашивать, ну, чтобы вот где-то стоял, она говорит, хорошо, я сделаю. И так каждый раз, то есть как будто это невозможно. Это мои слова, да. Ну, я что, орала на них? Я была грубо, да? Я вот была груба? Вот, Вик, скажи. Купил вчера вечером ананас, как ты и советовала, и он весь закончился за пять минут. Почему ты не сказала купить два? Да ладно! А что, ты маленький купил? Или ты сельпо купил? Я Вику пропустила, что ты сказала. Повтори, пожалуйста. Викус. Я говорю, нет, но вообще, если бы ты этим занималась, тебе бы хотелось, чтобы люди оставляли отзывы хорошие. Ну, понятное дело, хотелось бы. Ладно, пойду поживу. Где Барбарос? Так и не пишу, что постоянные звонки раздражают. Что? Барбаросы медитируют. Медитируют? Олеся, ты не была достаточно груба, но давай подождем еще пары звонков от них. Ну, ну, правда. О, вот он, все, можно кушать. Прекрасный вид, прекрасные чайки. Я, что там говорила, они мне перебили, про что я разговаривала, ребят? Не помните, да? Я тоже не помню. Вас не слышно. А вот сейчас, блин, я все время с Викой разговаривала, она меня слушала только через, через чат, получается. Блин, бедненькая. Я думаю, что ты так отвечаешь. А вы отзыв оставите? Как вам я? А можно нырять с корабля? Вас тоже не слышно. Да, конечно, мы сейчас нырнем. Я сейчас только бухну. Можно нырять, разбежаться и пробел ножей. Да, прикольно, кстати, нырять. Это было очень грубо. Я бы на месте девушки побежал в уборную плакать. Ну, ну ладно, я в следующий раз буду не так грубо. Все, поели? У меня теперь в больницу надо. Мне реально теперь в больницу надо. Все, у меня сто процентов. Прыгаем, короче, едем, да, мы уже на мотоцикле не поедем, поедем на Барборусной машине, вы меня привезете с высокой температурой и я буду умирать. Хорошо? Ты сейчас прыгнешь и... Да, и мы доедем, плывем до твоей машины. Я не умру. А мне нельзя прыгать, я не прыгну. Да, Вика, учись прыгать, алло, будет, если что, вместе. Нормально, я бы стараюсь не животом вниз прыгнуть. Саша, переведи, ничего не понятно тут. Ну, раз тут, переведи, переведи. Хокер-спаниель. Не надо! Меня будет лечить, моя врачиха. Поехали. Раз. Ну, потонуй, потонуй. Давай, Вика, учись. Я потону. Они хотят отзыв о трубе или о своем воду? Они хотят отзыв о каждом, о каждом, ну, то, что я там использую, они после этого звонят и говорят, оставьте отзыв. Вот. Так, разгоняемся. А! Сука! А если вызвать медиков? Я просто поткнулась, ребят. Так, а еще, знаете, я кое-что забыла сделать? Если сейчас я это не сделаю, мне придет пизда. Так. Пока как раз я буду умирать. Мне нужно собрать вот тут он. премию Дарвина этой госпоже. Та за шо? Почему вода тебя убивает? Потому что моя жизнь показывает лору. Лор. Нет. Очень мало жизни. Литтл хелф. Нет. Короче. У меня было мало жизни, мало хп. Литтл хп. Зачем так пугать? Я кофе... Простите. Олеся постоянно рвет микрофон, что в старый, что в... Да идите в баню! Я вообще не буду с вами разговаривать. Нормально будет? Вот знаете, мне что нравится? В айфон почему-то, когда я ввожу пароли, вот так, знаете, вот, чтобы войти в какой-то гугл-аккаунт, то он меня узнает. А когда я его разблокирую, он меня никогда не узнает. Это очень странно. Он как будто у него есть так. Если она разблокирует телефон, не узнавай ее. Очень, очень странно. Ещё... чайки. Делать кусок. Так, сейчас мы быстренько заказ оформим. Да, пишите в чат, кто... когда пугаешься. Пиши в чат. А, вот так, аааа, вот так, вместо того, чтобы... это самое... В микрофон нарать? Да так не будет не эмоционально. Мне придется всегда использовать очень много смайликов. Дайте мне wait a minute. Мне нужно положить три обуви в корзину, правильно? Вот эти черные, вот эти коричневые. Коричневый шестой размер. И вот эти вот... Эти шестой размер. Правильно? Правильно? Или неправильно? Шестой размер. Блядь! А я реально эти седьмой заказала? Не, ну я дебил, значит, ничего не надо мать. Я дебил. Эти уже придут с седьмого размера. Я заказала обувь не того размера. И давайте в это время Олесике скажу, все, я больше не буду этим заниматься, нахера, ну мне надо, у меня теперь еще одна пара стрифов будет лишней. Почему я выбрала семь мест нашими? А я не знаю, потому что я дебил. Невнимательный. Что там перевести надо? А можно... Мою личку атакует бот, и я отвлекся. Если что-то ушел, что-то ушел в бан, то я не буду переводить. Не, уже все поздно. Там было длинное сообщение, я ничего не поняла, ни одного нормального слова. Господи, а что так долго? А где ребятушки мои? Они мне не плавают рядом со мной, да? Опять два раза тыкнула по ненужному заказу. Нет. Один раз. Согласен, ни одного нормального слова. Ты уже просмотрел, да? Вообще нет нормальных слов. Не знаю таких. А еще, Саш, прикинь, мы померили температуру, у меня три... А, Рома, Рома, ты тут? Может, это бах? Он уже ушел? Он еще тут? Или он меня опять без звука смотрит? Ага, будет он меня смотреть, наверное, по... Где лодка... Ищу. Жду. Да не ты, Алукер. Ты что, тоже Рома? А, может, у нас есть подписоты? Подождите. А где у нас этот... Ты тоже, Рома? Прикольно. Градусник разряжаться может. Нет. Разрядился, может. А чем он заряжен? Рома лучше ими. Знаете? Рома лучше ими. У меня подруга назвала своего сына Рома. И она постоянно говорит, не Рома, а Ромашка. Что с градусником? У меня температура 36,6. Это невозможно. Градусник сломался. Я хотела Роме похвастаться, а у меня не получилось. Люблю ромашковый чай и плов. Мне 32 года, но люди продолжают говорить Ромчик. Так как... Так... Как так, ёп? Ну, Маш, потому что ты такой смазливый и улыбаешься постоянно. Не только без звука, но и без картинки смотрит тебя Ромка. Усу. Это ты так делаешь, да? А потому что в армию нужно было идти. И типа ты сейчас такой не очень красивый? Ой, ну не мужестый? Потому что я не понимаю, чем армия может исправить ситуацию мужественности. Да ладно, из армии приходят, у них что, взгляд сразу такой мужественный. Качки такие высокие. Хорошо, Барбарос, я поняла. У нас подписчики. Первое. Первый подписчик у нас... Это боты, которые тебе пишут, Саш? Джмот. Джмот 77. Бен Дестрой 07. Хароу Малик. Чё? Хароу Малик. 90 и Арас. Арасо вот такой. Я не смотрю... Не, я смотрю, как надо тебя, Лиз. Спасибо, Паш. Не то, что Ромка, да? Извинись. Армия учит подчинение. А кто был в армии? Напишите. Блин, это за мой вертолет прилетел? У меня 20 секунд, вертолет, быстрей. Ну, там же циферки, 0 секунд. Это всё. 0 секунд. Армия учит учению выкручиваться от маски, маршировать и полы мыть. Ты был в армии, да, Нетворкер? Так, мне нужна моя... Моя... Моя врачиха. Я был в армии, там красиво. В смысле? Ты что, сумасшедший? Так, надо одеться. Готовьте жопу под швабры. В армии не был. Но был 45 дней на сборах. Выгнали через 30. Больше я нигде столько не пил. Запускает третий аккаунт для РП. Фимя, да ты ж моя лапочка. Ты ж моя супер-пупер-хрюпер лапочка. Армия, это всё круглое, где всё круглое носят и квадратное катают? Так эту шутку я не поняла. Смотри, он и правда это сделал. Боже мой. В общем, у нас для тебя печальные новости. Её нету? Да, она в отпуске. Фак. Она в отпуске. Ладно, пошла это отключиться. Спасибо, что узнали, пока я там лежала, болталась в воде. Спасибо. И я тут-то? Ты ещё и гладиатор? Тут теперь вообще... Ты дедушку смотришь мимо? Что? Тут никого нет? Полечиться никому? Кто был в армии, в цирке не смеётся. Фимин смотрит меня с трёх аккаунтов. Вот это вот респект стримеру. Ты представляешь, ты сейчас только что мне можно сказать эмоциональный донат и кидай. А что вы терётесь, мужчина? Ну, это типа психует, да? Ну, отошёл дежурный. Газетки скидывает, да? Honest Eyes, привет! Я тебя радуюсь. Печально. Почему печально, Дмитрий Свет? Кстати, это... Одежду можно одевать правой кнопкой мыши нажать. Да. У меня не получается. А у тебя получается, Вик? Намного проще в центр сместить инвентарь. Нажать Надевается, если ты не одет. В игре нажатие в 10 шестерёнка, там есть типа отображать в центре. Ого, а что у меня? Водка тут делает. Водка. Раны протирать. Прикольно. Может, тебя подлечить и поехали? Так это... А как где? Вообще нету, да, врачей? Как ты не знаешь? Ну, он один тут стоял и слинял. Понятно. Ну, ладно, давай, Парп. Пододеваться. Спасибо большое. Когда я был в армии, я был в настоящем цирке. Действительно, клоуны не смешные были. Чё, вот правда, вот скажи, если взять 100% вот армия, да, такая армия, как вот идеальная армия. Насколько бы ты процентов дал той армии, в которой ты был, вот по идеальности? 100% шкала. Пойду работать. Всем удачи и в розыгрыше. Аллокер, ты же не уйдёшь, ты же аккаунт не оставишь закрытый, то есть ты оставишься в чате, правильно? Правильно, правильно? Ну, не думаю, что это связано. Проклоны не смешные? Идеальности в чём? Ну, вот, например, классная была армия. 100%. Насколько она была классная? На 1, на 2, на 53 балла. Тот, здесь я трус, ты был в армии, и у тебя вот... Девушки, здравствуйте, хотите, я вам спою? О, давай. Давайте только отойдём отсюда. Давай. Граждане, у вас есть чёрная медицинская маска? Нет, к сожалению. Тихо, не мешай. И снова седая ночь. Город расколется на мириады зеркал, и когда меня прожди, рвутся в любовных пожарах петарды сердец. Стенка за стенкой, душа за душою тоска, тянет в полотную столь заколдованных мест. Я же тебя никогда никому не отдам. Спело сердечко, и плакали гордые льды. Наши тела бы могли отыскать по следам, если бы мы не забыли оставить следы. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте, через тернии провода в небо, только б не мучаться. Как сабаклопай забавил. Тучкой маленькой обернусь и над твоим крохотным домиком разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Я так соскучился. Спасибо, спасибо. Вау, это было великолепно. Спасибо. У вас отличный голос. Шикарно просто. Благодарю Богу. Очень бы здорово было бы, если вы еще делали это с какой-то музыкальным сопровождением больше. Я думаю, вам нужно выступать на больших сценах. Ну, знаете, спасибо за совет. Малинки, малинки. Какие вечеринки. Подпевка у вас, конечно, не очень была. Солист просто тот. Спасибо. Малинки. Правда, очень приятно. Блокки и блондинки. Я надеюсь, я еще раз увижу вас, и вы мне споете другую песню. Конечно, если ты... Пам, 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 пам. Давайте. Давайте. Раньше, Женя. У кого-нибудь есть черная медицинская маска? Да, есть. У тебя и так... Есть? Что, есть? Самое прикольное, это первые дни после увольнения, когда подпреваешься с кровати. С хорошего вам дня. Спасибо. И вам тоже. Очень удивительно встретить в городе таких замечательных людей. Я выбираю все виды мастер. Знаете, это взаимно на самом деле. Всего хорошего. Всего хорошего. Если бы они быть черная медицинская маска. Можешь подать? Что за дети в игре? Ну, как тут всякие люди есть, конечно. А как его звали вообще? Что-то я поздоровалась и звать-то идти в поминок. Не, ну, голос, правда, такой, знаете, вот, ну, не то чтобы красивый или там плохой, он такой, ну, нормальный голос, скажите. Вот на кого-нибудь, ты согласен, вот, нормальный такой? У-у-у, топаю я от вас. Хорошего стрима. Ну, я бы так не сделала. Пока. Вот не говори вообще, такой прям, знаешь, такой голосочек такой, ну, там, он с каким-то тембром прям. Такой. Ему бы петь этим шансунчик какой-нибудь такой. Какой-нибудь шансунчик бы спеть. Без обработки, классный. Ты кушала? Ты такой, что-то поела. И потом пожалела, что я поела, Ром. А что, там фотки у тебя, да, опять еды? Такой, глей. Ну, зашу. Это что такое? Это вы мне финики скидываете? Мне финики, это неинтересно. А где в какой-то БТГ? Что там еще? Что, кроме фиников, вы мне там стояли, прислали? Нет, я сегодня... Ну, то есть ты мне порпишь вкусные еды, скидываешь, только когда злой. Ну, не, финики не сексуальны, Барбарус. Вот это вот как-то по-простому. Что бы меня, что бы меня сейчас вот... Значит, кедик минус випка. Не, кедик, надо борща бы... Нет, борща нет. Что бы я... Я на вас хочу. Что-нибудь. Ну, не, кедик, не бойся, без випки. Это просто, у тебя был просто вариант такой. Триста тыковок. А что мы приехали, я что-то забыла, куда мы едем. Триста тыковок купить. Ну, а почта прислала. А, мне нужно зайти на почту. Зачем тебе покупать тыковки? Господи. О, это рынок. Вау, а что тут есть? А лосось тут продается? Прикольно, рынок. Бери, покупай. Тыква. Вот тут тыкву продают. Сексуально, может, шаверма? Ну, ты чё... А, нет, наверное, шаверма нет. Я не знаю. Мне нужно увидеть фото, и тогда я скажу, хочу я это или нет. Непонятно так. Могу мивинки... Вот чё-то мивинка ближе. Что-то мне хочется супец какой-то, что ли. Что-то такое жиденькое, остренькое. Ну, вы знаете, такое прям... Такое... Наваристое такое что-то. Мивина, но можно её наварить, конечно, заварить тоже. Но она будет не такая наваристая. На самом деле, далеко не всем она нужна. Абсолютно точно. Я про оценку сложно. Дедовщина целая. Но лично мне не было сложно. Да, первое время в синяках и отёках. А потом вливаешься в коллектив и нормально время проводишь. А скучно только последний год было. Наверное, 80 из 100. Подожди, то есть там вообще невозможно, чтобы тебя не били? То есть нельзя вообще прийти в армию и не получить ни одну плюху? Не понял. Там сейчас только время. У меня друг недавно из армии вышел. Я бы нормально себе начали меня расходовать. Это кому как повезёт. Ты думаешь, это зависит от армии? В смысле, от места? От твоих дедов? Да. Дмитрий Крой, ты был в армии? У неё в армию забрали, и там ему просто. Там там дедачки не стоят. Можно. В сумме... В суши-мастере мне нравятся их супы. Рума, я не смогу открыть. Если у меня сейчас ссылка эта заработает на телефоне, я ж... Отправить ещё раз. У меня просто чат был закрыт, её нету. Я не смогу даже с телефона посмотреть. Ты всё купил, Барбарос? Ну пошли. А глянь вон у чувака в углу. Оооо! Какого цвета у него рюкзак? Да, вот это вот... Да, вот это вот сейчас... В общем, да. Я прям это потекла. Посмотреть рюкзак... А ты не можешь, да? Так, рюкзак, летучая мышь. И на футболку нажми. Какого? Это чёрная летучая мышь с жёлтыми глазами. Ребята, а как вы выйдете из магазина? Там на красненькую стрелочку. Спасибо. Блин, давайте, ребята, когда-нибудь мы борща опять сделаем. Я так хочу борща, правда. У меня ж новая кастрюля, я ещё не опробовала. Большая. И у меня пол кабейджа в холодильнике протухшего. Вчера рюкзак рисовали. А где? Кто рисовал рюкзак? Кто служит, тот поймёт. Ничего плохого там нету. В чите весело, говорят. Даже внутри одной бригады были разные части. Одни уставные, другие с дедовщиной. Я поездила в командировках по-разным. Разные сидяки были, да, размеры? Главное, чтобы не доводили до крайностей. У меня ни один школьный или институции товарищ в армии не был. И не знаю, какой у вас круг общения и как вы туда попадаете. Так заставляют. У меня, знаешь, какая фишка? У меня у брата... У меня брат, короче, его прям... Прям домой к нам приходили. Сначала звонили. Я потом говорю, я не знаю, где брат. Он переехал, живёт с девушкой где-то. Потом прям приходили с военкомата к нам домой. Сначала сували записки, потом пришли лично два раза. То есть, если они попали бы, он открыл дверь, то его бы просто забрали. То есть, это вот так было. Поэтому у нас, ребята, наверное, процентов 70 из моего двора. Пошли в армию, потому что, ну, страшно. То есть, ты либо должен скрываться, не жить там, где ты живёшь. И, если что, попадёшься, ну, как бы ты не можешь официально устроиться никуда. Ты можешь только учиться. Либо они шли учиться, ребята, либо вот в армию шли. А некоторые настолько не хотели учиться, что пошли в армию. Лол. Вот так вот. Мой знакомый служил в армии поваром. Официально устроилась, его нашли. Во, Вика говорит, что. Ушёл 55, пришёл 98 килограмм. Вообще-то он таксист. Но в танк ему нельзя было давление. Блин, я бы в танке... Вы знаете, какая у меня была раньше просто мания поехать в армию? Я не знаю, откуда. Или потому что я пацанка. Либо потому что у меня было желание научиться драться. Либо потому что я где-то посмотрела фильм и где-то показалось мне, что это круто. Я не знаю, откуда у меня это. Но когда я... Когда я маме всегда говорила, вот будет мне 18, я пойду в армию. Мама говорит, да что там делать? Там делать? Я говорю, нет, я пойду в армию. Это они с меня смеялись. Вот. И потом, когда, конечно, мне стукнуло 18, у меня уже планы поменялись, но... Потому что я узнала, что такое армия. Вот. Я узнала, на самом деле, что такое армия. И она в моей голове была совсем другая. Она в моей голове была как реально, как что-то из типа... Ну, как, знаете, в фильмах. То есть там тебе давали оружие. Ты проходила какие-то боевые подготовки. Тебя учили, обучали военным действиям. А что такое армия в реальной жизни? Там вот этого того, что мне хотелось, процентов 5, наверное. Все остальное было просто неинтересная рутина. В танке неудобно, только со стороны интересно выглядит, да? Воняет там, жарко. Там же... Проветривание там в реальной есть. Блин, я борщах... Я, знаете, еще даже не борщах... Вы знаете, есть такое как-то... Шурпа называется, что ли? Это что-то такое с мясом. С картохой и много бульона. Бля, это шурпа? Подождите, сейчас чекну. Как-то же это называется. Тоже такое прям вот наваристое такое... Да, это шурпа. Да? Ну-ка, подождите, шурпа. Много зелени, специй, лук, чеснок. Да, 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 да. Хочу шурпу. Вот прям вот такого вообще-то хочется. Но борщ очень близко к этому. Мясо с кусками и картошку берут. Ну, такую средненькую, чтобы даже не резать. С индюшечки бы интересно получилось бы. Ой, я смотрю на фото, тут крупными-крупными кусочками тут перчик, вот это вот красный кэрот, это картошечка, много зелени, да. А вот соус какой в шурпе? Это вот делается острое что-то? Бульон. Да, вот бульон, что за бульон, он красный. Это туда перец и помидоры? Или томатная баста? Можно эти помидоры на сковородочке притушить и туда. Так, рецепты. Надо приготовить шурпу. Классическая узбецкая шурпа. А, это узбецкое блюдо, да? Или нет? Ну, вообще... Точно, я это в узбечке ела. Восточная, азиатская. Да, 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 да. Да, блин, давайте шурпу приготовим. Баграч, конечно, вкусно. На костре шурпа. Ну, на костре все вкусно. Тимпо закормить с дымком, чтобы было. Потом его обжарить в казане. И потом уже залить бульоном на чай, варить. Так, а мы можем сделать из того, что у меня есть? У меня есть индюшка, у меня есть красный перец, у меня есть чуть-чуть морковки, у меня есть немного лука. У меня только зелени нет никакой. У меня здесь зелень, получается, только укроп есть. Там кинза нужна, петрушка. Кинза. И кинзы, и петрушки. Нет, понятно, все не сделано. Еда не... А знаешь, вот я не голодная, Саш. Но ощущение, что вот ты бы сейчас что-то горяченького навернула. Так, что мы тут делаем? Бери машину. Ага. Так, а как немного. Еще два... Сорок минут, да, получается? Сорок минут еще. Нет, сорок, я в пятьдесят восемь начала. У меня все по секундам. Ну, я просто округлил сорок. Так, это мне гараж нужно. А какую машину? Фиолетовую же, правильно, нам брать надо? Блин, мы ничего не успеем. Мы только... Это, я бы хотела еще пока... Можно сделать из того, что у меня есть. А что у вас есть? Ну, ананасы. Шерпа из ананасов. Прикольно. У меня три ананаса, правда. И мы вчера... Блин, вы знаете, я вчера манго порезала. Я не пожадничала, я порезала на стол одно манго. Ананасы пожадничала. Короче. Одна такая, боже, какой вкусный ананас. И она сама в одного сточила весь ананас. Кто-то по одному кусочку попробовал. Она просто, говорит, настолько вкусный, что я... Я даже не ела... Ой, манго. Манго был. Настолько вкусный манго, что она его все съела. И я дала ей возможность все поесть и не ела сама. Вот. Найти, эвакуировать. Потому что я хочу сказать, что я щедрая. Вот я что этим хотела сказать. И что у меня был хороший выбор манго. Я выбрала самые вкусные два манго. Вчера, которые съела, и девочкам разрезала. Вообще, кстати, помните, я думала, что я пожалею о том, что я пригласила девочек. Как вы думаете, я пожалела или нет? В смысле нести или зло? Волосовалку надо запустить. Пожалела ли я, что я пригласила девочек? Так, что мы тут делаем? Пожалела только о том, что они за собой посуду не помыли. Ты знаешь, одна девочка, давай, все уже уходят, а она мне посуду таскает на стол. Я говорю, да, расслабься, я все уберу. Она говорит, нет, 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 нет. Даже так много, так много, такая вообще. Я думаю, блин, зачем я ее остановила? Нужно было подождать, когда она мне все таскает. Пока она дойдет до рукави. Нет, там просто много было таскать. Я хотела их здесь с ними сидеть, но я понимаю, что мы вчетвером не влезем. То есть тут реально только вдвоем сидеть за этим столом. Мы пошли туда, на диван, а там я им разложила свою эту. У меня же стола нету. Блин, мне так стыдно было, конечно. Я раскладываю... Ну, то есть сначала они приходят, у меня всего два стула и один мой, за которым я сижу. Вот. И я как бы не знаю, куда их посадить. Пришли двое сначала, мы все сидим. Потом пришла еще одна девочка. Я их посадила, а сама стою тут. А потом пришла четвертая, я говорю, ну все, мы уже не влезем. На пол мы не сядем же. И, короче, я пошла их туда на диван внести. А стол, у меня вместо стола, я же говорила, у меня стоит гладильная доска. У меня гладильная доска, ну, я здесь знаю, мне удобно. Я ее разложила как бы. Мне-то что, мне нормально. Я гладильную доску разложила, у меня на ней прикреплено. Я ее стяжками прикрепила к необычную деревяшку. Не знаю, после ремонта у кого-то валялась деревяшка, она прикольная такая была. Вот, и она все равно для одного-то, для двоих она нормальна. Но когда мы все сели туда за диван. Вот, когда мы сели туда, все за стол, они вчетвером за этим диваном и пытались дотянуться до этого маленького стола. Тарелки все не вмещаются. Блин, я как это. Ну, знаете, у меня как типа у человека, которого смотрят там в инстаграме, всегда складывается такое впечатление, что я какая-то крутая. У меня типа все есть. У меня типа денег жопой жуй. Ну, не знаю, они пришли, как бы все начинают меня задавать вопросы такие провокационные. Вот, типа как там, что там. А у меня нету ни ложек нормальных, ни стаканов одинаковых. Потом я говорю, ну, у меня вино есть, но оно последнее осталось, и оно типа дешевое. Ну, там одно вино было просто, оно мне очень нравится, оно стоит 50 гривен. Да ладно, наливай. Я пытаюсь как-то быть, укаживать, но я понимаю, что у меня не хватает ни места, ни стульев, ни тарелок, ни ложек, короче, я не подготовленный человек к вот этому всему. И потом я смотрю, они, короче, съели все эти куски окорочка, вот. А жрать больше нечего. Там, ну, остальное, я просто думаю, я вообще просто пригласила их чай попить, кофе попить. А они пришли голодные ко мне. Они давай жрать, они сожрали все вообще. И мне так стыдно, думаю, блин. Я говорю, если бы я знала, что вы такие голодные придете, я бы, ну, приготовила действительно что-то побольше, не знаю. Вот. Тут же Татл, бай! Бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай! Вот. Ты специально тарелки отодвигала. Я в тарелке, они все ели на руках, понимаешь? Заранее спрашивали, как до тебя дойти. А? Что повтори? Я говорю, потому, наверное, за два часа начали интересоваться, как до тебя дойти. Да нет, не знаю. Целый день терпели, не ели. А-а-а, вон оно о чем. Но одна сказала точно, что она не ела. Вот. Она говорит, ты бы хоть сказала, типа, я бы салатов там наготовила. Я думаю, блин, еще вы салатов мне будете готовить. Ну. Они говорят, может, пиццу. Смотрят на мой стол и говорят, может, пиццу заказать. Я... Блядь, Олеся. Вот. Короче. Было очень-очень печально на все это смотреть вчера, но мы зато просто посидели. И я не пожалела. Я не пожалела, но... Я поняла, что моя квартира не способна принять более четырех гостей. То есть четыре это даже много. Два гостя. Моя квартира создана для двух гостей. Интересно, как мою машину вниз скинули? Какую? Вон, видишь, внизу стоит. Так она же приехала. Не-не, вон, под мостом стоит справа. Ну, так там же вон, как-то приехала она. Она стояла здесь, наверху, вот здесь сейчас. А-а-а. Хе. Ну, может, тут ехали? Так. Скажи мне, пожалуйста, такую вещь. А-а-а. Тебе нравится этот рюкзак, мышь? Да, Бар, ты мне, что, ты это ел? Не, я серьезно. Да, нравится. Да лежат тыквы уже. Берем? Конечно, задонатил на тыквы, гад. Иди сюда. Я ничего не донатил. Точно? Сейчас я только в свою тачку перел... Тебе надо сделать следующее. Тебе надо из своего рюкзака... Все, переложите, рюкзак снять, чтобы купить. Да. И рюкзак тоже в машину закинуть. А я пойду свой закинуть сейчас. А то. Я так и представлял тренировку. Да не было вчера тренировки, у нас сегодня тренировка была. У нас... Мы договорились, что у нас будет понедельник. Бля, вы знаете что, ребят? Знаете, сколько уже в моей группе девочек, которые собираются ко мне на тренировку идти? Семь. Я не знаю, как они собираются ко мне ходить, если у меня моя студия помещает только три девочки. И они уже думают, как бы вчетвером поместиться. Я-то думала, что ко мне будут ходить две-три девочки. А у них уже группа из семи человек. Мы сегодня втроем пытались здесь заниматься. Это нормально. Но если они вчетвером придут, то это уже будет тесновато. То есть я уже не влезу никуда. Я буду сидеть где-то в углу. Вот. И две написали, мы с понедельника будем ходить. А три уже пришли. И я вот думаю, это что получается? Мне так разное время, но мне... Мне... Ну да, получается. Я не знаю. И мне так стрёмно. У меня... Ну, они, допустим, занимаются там, да? А я такая смотрю, одна девочка... У неё, короче, лицо прям перед зеркалом. А зеркало, блядь, грязное. Я такая думаю, сука, зеркало в следующий раз помою. Вторая, короче, ногой упирается в этот... Короче, в полотно вот в это. Я опустила. Говорю, так, не отвлекаемся от кухни. Прожрачку не думаем. Закрыла, короче, им полотном эту... Кафемашину. Это. И они говорят... Типа, да ладно? Все время говорят, да ничего, ничего не страшно. Ничего, ничего. А я все время переживаю, что им некомфортно. У меня всего два коврика. Я говорю, блин, ну вот ковриков нет, знаете вам подушечки, вот будете на них. Вот. И они так ютились, и мне опять так неудобно. Какой же кринж постоянно со мной происходит? То я не могу гостеприимно нормальных девчонок принять, ну, обслужить их, чтобы у них было все комфортно. А тут они приперлись ко мне на тренировки. Ну, слава богу, я не беру с них, ну, как бы, никаких больших денег, чтобы... Ну, то есть я... Вот, чтобы они там ждали от меня чего-то крутого. Че, че, че? Все? Тебе надо не рюкзак положить, а сначала из него шмотки скинуть в машину, чтобы потом в другой их засунуть. Так у меня там ничего не надо. У тебя пустой рюкзак? Да там такие, знаешь, вещи, которые... Они редко нужны. Срочно нужен дом. Да, конечно, дом. Ну, все равно, лучше пусть пустой рюкзак в машине лежит. Хорошо, ладно. Давай. Давай. Так, открыть. Кто это? Ты про себя, что ли? Не узнал? Блин. Кто это? Кто это? Это мне нужно сюда его, да, одеть. Потом мне его нужно одеть вот сюда. Да, еберый ты. Потом, потом... Потом вот так. Потом вот так. Нужно все подскидывать. Аптечка там, например. Браслетик. Из машины. О, браслет, кстати, можно одеть. Браслет... А че, нельзя и тот, и тот браслет носить? И все из рюкзака скидывай в машину. Сколько девочек не тренируй, они все равно на кофемашину смотрят. Да, зато мы с ними потренировались и потом пошли еще кофе пить. Вот, и они меня... Да. Хвалили за то, что у меня кофе вкусный. Понятно? Понятно? Понятно. Еще их шоколадкой накормила. Да почему я все время в машину сажусь? Скинула? Нет, я туплю. Покажи. Открой и просто перекни в машину. Так, значит... Бомбер разноцветный. Что такое бомбер разноцветный? Так, и теперь я снимаю рюкзак, еще его в машину нужно, да? Миссион комплит. На кофе Мишин только я могу смотреть. Адреса девочек знаешь? Я сейчас не могу найти студию, чтобы... Рюкзак сбросил, да? Да. Еще не можешь студию найти. Не могу найти студию. Это судьба девушки. Я приехал, чтобы спеть вам новую песню. Давай, мы ждем. Секундочку. Блин, только чтобы не жужжали. Блин, ты как? Нормально. Нужно, чтобы отойти, чтобы не жужжали машины. Давай сюда. Я слушаю, давай. Только вот можно, чтобы этот человек не подпевал? Какой именно? А он не подпевает, это другой был? То другой. А, хорошо. С таким детским голосом, да? Да, 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 вот. Он не из нашей шайки. Я слушаю, все, начинаем. Давай целоваться, будто не знакомы. Хочу забыть, что мы два изгоя. Я еще по одной в руках горит огонь. Дарья была нот самая. Если что я могу залить, это боль. Оставь меня здесь, оставь меня здесь. Прости меня за то, что такой, какой есть. Надоели эти люди, пустые города. Но это жизнь моя, это жизнь моя. Оставь меня здесь, оставь меня здесь. Прости меня за то, что такой, какой есть. Надоели эти люди, пустые города. Но это жизнь моя, это жизнь моя. В моей голове не замолкает голос и орет. Не узнаю сам себя с каждым новым днем. Моя жизнь это роль, а я такой плохой актер. Я не сыграю с тобой, я умираю. Ну, точно нужно музыкальное подпевать. Оставь меня здесь, оставь меня здесь. Прости меня за то, что такой, какой есть. Мне кажется, у него в душах музыка играет. А как бы он пытается петь, а здесь не играет. Это жизнь моя. Да, Рома, подожди немножко. У-ху-ху, молодец. Топ, просто топ, молодец, молодец. Все равно музыки не хватает, но вообще. Вот знаете, вы самый лучший слушатель. Я просто заслушиваюсь. Это реально для меня это приятно слышать. Да, вот нужно практиковать все чаще и чаще. Вот так пойте разным людям вообще во всем Лос-Антосе. Мне кажется, у вас за практики начнут прям вот желание, голос становиться все круче и круче. И потом через пару недель мы, когда вас увидим, можно просто на голос, передача голос. Господи, вы просто замечательные. Вот правда. Я говорю искренне. Очень приятно слышать. Приятно. Спасибо большое. А мы пошли взять покупать. Давайте удачи. У нас тоже праздник. Ура. Спасибо. Hello, Jonas. Сумопед пиздил. О, ты еще материшься. Как прохит. Нет, тут у него ритм сбит, он с листа читает. Ну, прошлый, да, мне тоже прошлая песня понравилась. Больше. Даже хлопало наиграло. Да нормально, нормально, человек старался. Я не знаю, Ром. Я понимаю, конечно, что у тебя вкусы завышены. Тебе там нужно, чтобы он как кошка-марушка что пел. Ну, вообще, это... Ну, знаете, для любителя это прям... Тем более, я, чтобы я спела, не стесняясь, да ну, никогда. А он такой, такой открытый. На, как выдал тебе. Вот. Вот так надо. Не стесняться. Брать и петь. Вот. Так, что... А что делаем? А где мои это... Куда тыковки? У меня 20 тыков, кстати, есть. А, я их сложила. Остановись. Все, остановилась. Юла. Локация. 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 Не бачу. Блин, скажите мне, что Барбаро не донатил его, чтобы не было не стыдно покупать рюкзак. Иди покупай. Итак, Ром, вот ради чего ты в РП сегодня. А куда нет? А я думала, куда. Ну, Ром, смотри, ради чего ты здесь вообще. Просто посмотри сейчас. Сейчас. Городи. Остановите музыку. Какую? Так, войти, купить маску. Купить одежду. А, блин, ради... Нужно это не туда. Это я отсюда вышла. Там нужно было рюкзак зайти. Гленируй кузяки. Ради чего ты жить, хотела сказать. А, да, чтобы перед тем, как веревку, начнешь заматывать в узелок. Посмотри вот на вот это. Нет, не на это. Не, ну это самый тон, да? Ну, подожди, давайте еще раз посмотрим, какие цвета есть. Не, ну черное самое лучшее, да? Ультразвук. Итак, вы готовы? И вы готовы? Я сейчас одену. Я сейчас одену. А где он? А вот он. Мне кажется, даже, знаете, как красиво будет смотреться. Это будет вообще огонь. Ё-пэрес это. Не, ну прям вообще... Блин. Лучше трос. Подожди, тогда камень надо, знаешь? Наложить кучу камней, понимаешь? И туда, где я сегодня начала играть. Летучая мышка. Это летучая мышка. Это беззубик, это беззубик. Беззубик? О, Женя проснулся. Доброе утро. Что-таки прикупили за портфельчик? Что? Портфельчик все-таки прикупили? Да, да, смотри, какой классный вообще. Какой он миленький. Да, мне тоже понравился. Это этот, как превыше драку, или что-то типа. Летучая мышка. А, это летучая мышка. Летучая мышка, да. Ну, вот по крыльям, если смотреть. То есть, как бы лицо кошачье, да, я понимаю. Слушайте, а у вас молодой человек с черными волосами. Он, случайно, не гитарист, он сборный батюшок. Да, да. По идее. Ну, вот, нам мог бы подпелочка сейчас включить, такой на фоне. Трин-дрин-дрин-дрин-дрин. Надо его забайтить. Я вообще, по своей сущности, эльф. Я, в принципе... Так эльфы как раз и должны подпевать, алло. Что он просто так болтается? Ну, я могу сейчас на эльфийском вам сказать, но если вы меня поймете, конечно. Давайте. Синхронизация получается, там, голосовая дурочка, чата, да. Плохо контактирует, и получается, сбить не возможно будет. Не знаю. Что, блядь? Неплохо слышно, дождь, дебаш. Что-то с синхронизацией, не помню. Да, да, синхронизация. Я просто по эльфийскому тоже говорю. Ну, кембрик, комбик. Не работает. Короче, просто, типа, задержка будет большая. То есть, я не смогу попасть в мелодию. Или у нас. Ну, можно тогда просто включить такую, которую не надо попадать. Не обязательно. Вы знаете, как рэп читают. Там мелодия на фоне такая, трин-дин-дин-дин, однотипная. Это может, чтобы просто какая-то вот... Ну, что-то вот... Я почему шлёпаю? В смысле шлёпаю? Это было... Это же было это. Ну, щелчок. Слушайте. А знаете песенку про коня любые? Я и есть помню. Не, ну, про коня. Выйду ночью. Вот этого. Ну, да, в принципе, было. Ну, блин. А давайте попробуйте, ну, хотя бы припевчик вот. Было бы классно. Я вот прям даю две тысячи долларов. Ой, ну, ни к чему денег. Ну, я типа музыку заказываю. Мы вообще не за деньги работаем, а для души. Ну, это... Ну, для души это вы когда сами поёте, а это типа заказ. Ну, можно считать, что это просто просьба. Ну, можно. Достань корчину вчерашнюю, держа в руках, слушай. Ха-ха-ха. Нет. Кстати. Кот-то похож на то, что у меня в рюкзаке. А подождите, где рюкзак? Сука, где мой рюкзак? Это типа она куртку одела, рюкзак закрыла? Блин, дождь так шумит. Неприятно. Где мой рюкзак? Ты посмотри, она в куртке, не видно рюкзака. Придется голос. Придется голос. Мне у Барва лучше она получает. Вот эта песня, я просто его. Если честно, дальше я плохо знаю. Блин, ну отлично, как раз оно и надо. Спасибо большое, спасибо. Это было великолепно. Всё, нам пора бежать. Надеюсь, ещё 500 раз увидимся. Давайте. Удачи вам. До свидания. Сука, никак не сон. Слушайте, у вас тоже я смотрю талант. Только какой-то более хэби метал. Ну да, я так и поняла Привет, это конь Я с вами никуда не пойду С нами все должны идти Ух ты, блин, она додела топи, как у меня Ух ты Какая-то быстрая Слушай, а когда Дарри пришел? Я что-то не видела его А ты когда пришел? Дарри, привет Нет, вы классные девушки Поехали кататься Ну просто он пел И я думаю, блин, как классно петь А когда я на пение пойду? Саш, когда я на пение пойду? Ну, Саш Ну, Саша Привет, куда кататься? Куда кататься? В смысле? Лучше это слушать Там ДМСА есть, чтобы я не включила? А тебя ждут там? Меня на пение ждут Ждут там Ну почему ты не сел? Я опять на два места Стой Стой Открывай подражник и перекладывай все в рюкзаке Так Блин, у меня суши сейчас заложат от этого всего высунуло Так, ключи все переложить надо мне У меня там аптечка должна быть Водка Водка Аптечка Это должен быть рядом лежать Что такое бомбер разноцветный? Это мне не надо Бинокль, перчатки, тыква Тыква Ну все, вроде, покончили не надо Уходниче, ружье, нос Погнали Ты не ходишь на пение, потому что Да ну в рюкзаке пока Ну, есть место у меня в моем В аминдентаре Все нормально Поехали Барбарось, поехали Алло Шумно очень Сейчас, подожди, Саша Я сяду, я же скажу Потому что шумно У меня сейчас плохо становится Дождь просто не ламповый Знаете, это не то АСМР, которое я люблю от дождя Вот, сейчас вот получится Ты сказала, пойдем кататься Ну не тебе, Дарья Я не тебе сказала прокататься Я говорю, кататься Барбаросу Потому что не хватит времени Сейчас я хотела на гонки на воде Сезон дождей не вовремя Так, ты не ходишь на пение, потому что нет времени Нет Потому что я от рук отбилась Знаешь, Саша, когда ты вот ходишь долго в тренажерку Ходишь, 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 ходишь Потом раз карантин на месяц И ты уже не хочешь ходить И вот это у меня было Ты ходишь, ходишь в тренажерку И потом раз ты уехала в Мексику И тебе уже, чтобы войти в ритм Тебе нужно выработать вот эту привычку Которой у тебя еще нет Тебе тяжело Тяжело выработать привычку И ты не знаешь Я не знаю, мне нужно начать И заставить себя походить неделю-две У вас звук игры У меня не убавляется звук игры А вам, кстати, так же громко, как мне, да? Вы тоже глохнете Я могу вот так сделать Я не знаю, получится у меня убавить Потому что Вот так лучше Я старая, значит Была такая певица А, я ж не открыла Там Ромка скину А, я ж могу у себя на телефоне А, блин, я не открою себя на телефоне Потому что я там закрыла Комментарий первый Это моя любимая песня Я так не ржал уже лет пять Спасибо певцу за такой позитив Крутая песня Последнее действие Что? Последнее действие Да Нет Нет Я тогда не слышу ребят Ой, подождите Так А теперь повтори Я попробую тебя услышать Снимай летучую мышь Клади в багажник машины Забирай тот рюкзак Nike И засуни его в свой самкин Уйди туда Это у меня жена здесь его скину Или ничего Или я не поняла Так В машине когда сидим Асом вы нормальный Громковато Ходишь Ходишь в школу А потом бац Вторая смена И прощай Любимые учителя Там понимаешь Один учитель остался Да Вот мне аж приятно Тоже стало Не так шумно Стой Я остановилась Не туда пришла Да это меня в чат отвлекают Ты где? Я хотела скинуть в этот В гардероб Рюкзак Не надо в гардероб Ничего скидывать Почему? Машину к самке Только Ты не ходишь на пение Потому что Бог есть И он нас жалеет Так подождите На пение Я хожу без вас Положи Рюкзак Вы никогда не услышите Мое пение Машину Машину Машь две минуты Не смотреть в чат Это вот сделаешь Опирацию Делай что хочешь потом Барбару Сними рюкзак Положи его В свой самкин Не смотреть Сука Издевается Какие-то смотреть Куда-то Ложить Что-то Оно мне Я слышу? Конечно слышу Сейчас Сниму Положу Уже не могу Не смотреть Сходи Забери Из той машины Найк свой Издевается Я уже смотрю Все Надеюсь Я сделала Первую просьбу Хе-хе-хе-хе Улицу Я сделаю вид, что Не проверю Это я не знаю Ну Мы слышали Ну это я просто Один раз баловалась На самом деле Ну я Я больше не хотела бы петь Мне это Я вот Не смотри сюда Еще один Хочу и смотрю Ха-ха-ха Петь надо Как вот Кошка-морошка Она красивая Мне конечно Не по стилю Ее голос То есть если так Сравнивать Ну певиц Который мне нравится У нее голос Красивый Очень Очень Такой сильный Но Не моего стиля Мне бы хотелось Иметь другой Но у меня еще Вообще У меня вообще Никакой голос Поэтому Но если бы вот Выбирать из всех Голосов То хотелось бы Конечно Какой хотелось Теперь Найка Клади в Санкинг И забирай Обратно летучий Хотелось бы красивый Конечно Чтобы просто не было Вот как у этого чувака Которого громко скинул Понимаешь Тебе тоже хочется Красиво петь Что Я все сделала Да У тебя теперь Летучая мышца Правильно? Да Да Все Послушай Да Все Последнее скажу В машине Можно хранить Сколько угодно Рюкзаков Но в инвентаре Только один А Ага Если ты в рюкзак Что-то положишь Его можно С вещами вместе Также в машину Закинуть Поняла Почему тебе нельзя Хранить вещи В шкафу в доме Потому что Дом может заруиниться У меня уже на месяц же дом Не потеряю Ну Сейчас на месяц А вдруг Потом опять забудешь Аааа Все Теперь Аааа 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 Аааааа Теперь к моей холикататце. Пелой выступала? Где? Ух ты! Серьезно? У меня даже был один раз, я в холисовом выступала. В общем, я ходила на фольклор. Вот это новости! Я выступала в токочнике, в высоконародном костюме, в старомыслах, с бедрами. Прикольно. У тебя ни одного видео, конечно же, нет, да? Кстати, нет. Там нам продавали их платно, по-моему, диски. Записывали, а нам не давали платно. Нам не выступали. Ну, я там это, волновалась. Блин, мне так бы хотелось, чтобы хотя бы одно, один танец из моего детства был запечатлен на пленку какую-то там, пусть даже на катушках, на кассетах каких-то таких, знаешь, доисторических. Я, правда, вот столько, столько у нас было выступлений. И вот это вот окунуться в детство и вспомнить, как мы в этих кокошниках танцевали. Блин, наши вот эти вот танцы в нашем хобби-центре. Вот. У меня только фотки остались. И то, помните, мы их смотрели, когда к моей маме приехали? Это, ну, старые такие. И в кокошниках танцевала? Что? В кокошниках танцевала? Да, мы вот эти вот руссконародные танцы, вот эти вот танцы. Это же первые мои танцы. Я когда пришла первый раз в хореографический кружок, у нас первые танцы, которые мы танцевали, это вот эти кокошники, вот эти вот платьишки. У нас эти чешки были, белые носочки. Нам румяна такие делали, красные щеки, помады такие. Мы мелкие, ну, прикинь, сколько там у меня было? Сколько у меня было? Я не знаю, лет. Блядь, лет восемь, что ли, получается. Первый раз я восемь или девять лет я туда пришла. Девять-десять. Не помню. Ну, короче, еще такая мелкая, такая. Вот. И это, мы первые, первые два года мы, наверное, танцевали только руссконародные. А потом уже, как повозрослели, нам уже начали давать такие покруче танцы. Я еще на кардионе играла. На кардионе? Да. Вот это она, конечно, многоножка. Да уж. Так у тебя, значит, слух есть? И ты вообще могла бы это развить в себе? Развить, мне кажется, я могла. Слух у меня, мне кажется, от мамы. Она у меня скрипачка. Вот. Вот, но я, когда подростком встала, я перестала этим заниматься, вот, я бросила, типа, фу, фольклор, руссконародный, все, аккордеон тоже бросила. Вот. Вот, ну и сейчас, естественно, не пою, как бы, не пробую. Ну, я бы, конечно, хотела пойти научиться заново. Да. А такой вот вопрос, интересно, слух, голос, таланты людям передаются из поколения в поколение? Я думаю, передаются в наследство все-таки. Наследство есть. Ты знаешь, вот. Может, может, может работать, да, но именно вот в разъемное, чтобы прям было. Я вот знаю, по крайней мере, что это, ну, да, у себя. Мне моя преподавательница говорила. Вот, когда я пришла к ней, я говорю, у меня вообще, я могу хоть что-нибудь вообще в жизни спеть? Она говорит, ну, вот у тебя очень сильный грудной бас, вот этот, грудной отдел сильный. Вот у меня, говорит, всегда с ним проблемы. У меня с детства было, наоборот, на верхах. То, типа, я в голове, там, как она называла это, головной вот этот центр, я не знаю. То есть у нее высокие тона, очень хорошо она пропевает. Ну, я не знаю, как она, она куча терминов говорит, тем более она со мной разговаривает на украинском. Вот, я вообще ничего не понимала. В общем, она говорит, что у нее, ей приходилось развивать мой голос. То есть, когда она начала петь, у нее красивый эстрадный голос, но когда ей нужно было опуститься вниз, вот это вот басы, вот это, у нее были проблемы, ей пришлось это нарабатывать. Она говорит, у тебя сейчас, например, вот это уже готовый голос. Ну, я же не пела. То есть он у меня просто изначально, ну, очень такой низкий и грудной. Вот, и мне, получается, нужно очень много уделить времени, чтобы развить. Вот, зайки, гады, такой пизкалявый. Вот, у меня он не развивает, и то он мне как попало, получается. Меня зовут Олеся. Да, да, именно так. Вот, а он, типа, самый сложный считается. То есть туда нужно, чтобы в голову подняться, это нужно очень много, и тем более уж не просто пищать, нужно правильно подниматься. Поэтому, и вот она говорит, что у каждого убывают прям вот врожденные, то есть прям наследственные связки, они уже идут сильные. Ну, то есть у них они открыты, и голос, ну, как бы. И еще такая фишка, что если ты не умеешь открывать свою гортань, вот, типа, для голоса, то у тебя, какой бы у тебя голос не был, ты не сможешь ничего спеть. Но если ты умеешь рот открывать, делать широкий рот, и вот этот, вот, с огромным таким открытым гортанью выдавать звук, то даже, по идее, тебе там пару лет, и ты уже станешь очень крутым певцом. То есть это тоже бывает навык, который, ну, врожденный. Вот врожденные у тебя хуенные связки. Просто их направить потом, подкорректировать, чтобы они были, именно красивый голос из них выходил, а не просто какой-то голосистый. Это уже другое. Он любит. Тебе уебать или потом? Потом, да. Хорошо. Он правда любит. А что? Он любит доминировать. Доминировать? Да. А я вот... Я бы вам порекомендовал отойти в сторонку и потомировать друг над другом. А вы сёстры? А вы сёстры? Мы вообще-то муж и жена. У вас просто голоса очень похожи. Мама и жена. Походу у нас два босса с тобой. Эти грудной. А я не дома. Ищите меня. Мы тоже. Нет, у нас скоро будет ребёнок, поэтому мы как бы не берём других. Кто из вас доминирует? У нас нет доминантов. Я просто муж, а она жена. А кто, так скажем, с червячком? Я с червячком. А, понял. А кто беременна? Она. Она же без червячка. Соболезно. Это такая, блядь, я? Ну, я получается. Я просто так плохо не люблю детей. Они утепуют. У нас просто собака будет. Мы ждём собаку. А, собаку люблю. Кошечек люблю. Кошечек? Не, ну мы пока решили пока собаку только забеременеть. В смысле, родить. Ну ладно, нам тут нужно... Давайте я буду с вашей собарточкой гулять. Давайте вы с нами сыграете в гонке на воде. И если вы победите, то я вам дам своё тело. Ватрушку. Ватрушку. Господи, можно не орать, а? Не люблю я револьвер. Я пошла на гонки на воде. Мне больше ничего не нравится. Давай я в одну на револьверах. Блядь. Порошок у вас на колени. Иди в жопу. Я снова утону. Не надо утонуть. На револьверах. Утану, утану. На револьверах. Да, блядь, гонки на воде. Леся, спроси у родителей, где слух, голос, талант и так далее. Ты знаешь, моя мама ответит таким же голосом, как у меня. Нет у нас. Прикинь, начали реально с нами. Так, ребят, не подкачайте, надо выиграть. Иначе мне придётся... Ааа, ватрушку отдавать свою. Сука! Я заруинила. С самого начала. Я кнопочку на другую нажала. Откуда ты знаешь, что у тебя вроде не было? У меня были. У меня тётя как раз... Которая моя... Моя тётя, которая кошатница. Которая любит кошек и собак, как я. Которая, кстати, рисует. Она художник. Вот. И она поёт классно. У неё офигенный голос. Она в хоре раньше пела. Вот. У неё нет мужа, нет детей. Она живёт с кошками. И поёт красиво и танцует. А ещё он верит в бога. Вот. Короче, есть у меня в роду одна такая. Все остальные никого нет. У меня у мамы как бы четверо... Ну, их шестеро. Пятеро сёстер. И один... Ааа! И один брат. Вот. И только одна из них, вот эта тётя, которая любит животных. А у неё как бы голос хороший. Вот. Ну, я что-то не в неё пошла голосом. Я у неё спрашивала, говорю, как вы учились там где-то. Она не училась особо. Она просто так же, видимо, где-то в хоре записалась, там пела. И она говорит, главное слышать музыку. Ты слышишь, вот сразу понятно, как человек умеет петь. Или она говорит, ты вот слышишь и подпеваешь, и всё, у тебя всё получается. То есть такое ощущение, что ей не нужен был голос. А главное слышать музыку, песенки и всё такое. Вот. Это единственное, кто как бы обладал голосом. Моя мама просто тоже у неё медведь на уши наступила. Папа, баба... Вообще никого больше не знают, что кто-то пел. Вот. Йоу. Йоу. Ай-яй-яй-яй-яй. У неё ещё прикольно, у моей тёти, у неё такой дизайнерский склад ума. Я помню, это было так необычно. Моя мама, например, всё делает ремонт. Она делает ремонт, ну, хуяк собой поклеит. У неё классный вкус, но... Ну, ничего вычурного. А моя тётя, к ней приходишь, у неё всегда такой... Она, ну, очень бедная, очень бедная всегда была. И она умудрялась составлять какие-то крутые хрени с обоев. Она покупала самые дешёвые обои, какие есть. Она просто смотрит так, выбирает вот это, вот это, вот это. И клеит их таким необычным образом, что ты приходишь, а у неё как будто бы не просто там дом, квартира, а как будто у неё какое-то произведение искусства на стенах. Это так необычно. Прям, ну, блин, а как это вы сделаете? Ну, ты просто села. Я чё, первая? Ёп! Вы видели? Я первая! Как вы выиграли? Я, я не знаю, это вообще, это, это... Я просто ватрушку не хотела вам давать свою. Охренеть! Да всё, Рома, выходим! Сколько вам лет, чтобы по-моему как-то обращаться на вы или на ты? У меня 51 скоро будет. В декабре день рождения будет. Третьего. Или так? 51. Всё, выхожу. Так, ребят, там 20 тыков уже дали мне. Одену рюкзак и надо... А где мой рюкзак? Нужно понтануться просто, что я крутая, у меня кроссовки с ушками и рюкзак классный. Вот, чтобы они запомнили меня в следующий раз, когда увидели рюкзак и ушки и сказали, о, это она, 51-годная женщина. Вот. А что вы все стоите? Пошлите в машину. Классно поиграю, я даже не ожидала, что я выиграю, конечно. Андрей Кедик, привет. В смысле привет? Ты же был тут, охренел? Вот, я вам такую рассказала интересную штуку, а вы что скажете? Если бы ты уделяла Пеню больше внимания и сил, делала домашние задания, а не пыталась просто взять и запеть красиво, то у тебя в итоге было бы на порядок выше это умение. Ну ты как капитан очевидности, Саш. Я прям не ожидала от тебя. Вот. Ну, я даже не знаю, что сказать вообще. Как бы мне кажется, что и про тебя так можно сказать, и про человека давно можно сказать, и про Ларика, я думаю, про Рома тоже. Ром, ты умеешь петь? Вот, скажи честно. Вот, скажи, скажи, Ром, ты поешь? Ты поешь петь? А куда Барбарус? Все, ушел. А, его не слышал, он пошел перезагружать. Честно, да. Хуясе. Шо, серьезно? А, ну ты ж Рома Кенга, ну да, он уж поет. В смысле он. А я не слышала, как он поет. Да, вот теперь я слышу тебя. Слышно. Вы иду ночью. Кхм. 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 А, это ты думаешь, что у меня что-то есть, да? Это ты веришь, что у меня где-то осталось внутри вот тут в голосовой связке что-то такое, что поможет мне классно петь. Если мне чуть-чуть уделить этому внимание, то у меня станет получать... Колеса пробили. А, нам колеса пробили. А у меня все целые, прикинь? А, одно. Надо идти. Не шристи, давай что-то одно, или РП, или петь. Я уже заканчиваю, сейчас петь будем. Договорились. Договорились, давай петь. Что поем? Рома, давай что-нибудь споем. Рома, вместе с тобой. Ты начинаешь, короче, а я продолжаю. И мы вместе, вот это вот сделаем. И чтоб Дарья ушел. А то он говорит, слишком классно у тебя на стриме. Я невыносимо просто сидеть уже. Давай скриптонита. Я таких не знаю. Здравствуйте, Аля, я сейчас приветик где-то. Ты упустила момент, кстати. Какой? Кота, ты людей убиваешь по дороге? Дарья с эпицентра в эпицентр сгонял, без тебя. Без меня в эпицентр сгонял, Дарья? Или ты? Кто без меня в эпицентр сгонял? Там написал пароль, если ты не видел. И что? Говорит, теперь на одной тебе придется ехать. Все, второй раз не пойду. А что, в смысле, я должна была с ним ехать, я что-то не пойму? Кто говорил, что я вообще с кем-то должна ехать в эпицентр? Вот это мне интересно. Мы едем домой, Ром. Все, он меня отвозит домой, я ложусь спать. И выхожу. Мы уже вот почти возле дома, посмотри по карте. Там желтенький такой стоит. Душить, Дарья. Душить голосом? Сейчас задувшим его. Невыносимо классно, да, очень точно сказала. Ты говорила, что тебе нужны розетки. Мне нужны розетки. Я заказала, кстати, замера. А, они мне ответили, нет? Замерщика. Знаете чего? Знаете чего замерщика? Посмотрю, что они мне ответили. Саш, кстати, а что там по фотке-то? Они меня же текст составили, спросили, а фотка когда будет? Я говорю, скоро. Нет, они меня только прочли. Я дала им адрес, свой телефон. Они мне будут делать наклейки на окна. И я у них заодно буду спрашивать утяжелители для штор. Сейчас я им расскажу, какую свою идею, что будет. Ты два дня зад горела. А где Дарья? Он в эпицентре. Поехали в эпицентр. Так я хотела ехать, потому что я была за рулем, и ты там, возможно, был. Но так бы можно было бы тебя за стрим снайпить. А так-то специально ехать с тобой? Да, ну мне зачем оно надо? Зачем я в гараж пришла? Дом. Сейчас поем на ухо Дарью. Классная, конечно, у нее жопа. У меня вот у Вики, у моей подруги такая же, когда она была молода еще. Рахат, привет. Ну, Саш, не плачь, подожди, где ты? Нет, я как раз... Так, а что я пропустила? А что он плачет опять? Я не пропустила ни одного его сообщения. Ребят, спасибо вам за игру. Увидимся, я думаю, завтра или послезавтра. Вот. Увидимся в чатике. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Молчат. О, сука. Даже не попрощались. А может, меня не слышно? Пока-пока-пока-пока. А вот сейчас слышно меня, да? Три-четыре-пять, да, вот сейчас слышно. Все, все. Так ты говорила. Все, Викуш, пока, обнимаю тебя. Пока-пока. Пара-пара-пап. Випку не разыгрывает? Ах! Да, стоит. Ну, что-то... Что-то... Сейчас я подумаю. Я сейчас выйду и подумаю. Да уходи уже, Лесь. Випку разыгрывать или не разыгрывать? Кто хочет... Кому она вообще нужна? Кому нужна Випка? Давайте, если 10 плюсов от разных людей, то я разыгрываю Випку. Если ты хочешь использовать пепку от оконного ролета, как утяжелитель, не получится. Я хочу использовать утяжелитель для оконного ролета. Это пепка называется? Я смогу банить, Сереж? Нет. Традицию нельзя ломать. Мне Випку. Так и будет, ладно. Давайте. Ключевое слово какое будет? Йоси, хеллоу! Будет РП слово. КЗ. РП маленькое будет, да? Да что такое? РП. Ключевое слово РП. Понятно? РП. Поехали. Випочка дается на... Кстати, нужно почистить Випов опять. Дается на 2 месяца. Если она достается тому, у кого уже есть Випка, тогда тот человек может выбрать любого другого человека, либо продлить себе Випку на 2 месяца. Вип можно подарить другому... Да-да-да-да, можешь подарить. Можешь. Можешь мне подарить. Ну, Рома, ну не русскими же писать. Ты нормальный вообще, нет? Ты уже запасом почистила Випов? Не, я как тогда чистила еще, когда я у Кедика забрала Випку раньше, чем 5 дней. Больше не это. Не чистила еще. Не заходила. Успел? Давайте, успевайте. А еще хотелось поблагодарить, что вы посидели со мной на РПшечке. Я знаю, что я начала по читерному, так сразу, не набирая народ. Но все равно те, кто пришел и увидел, что тут РП и остались, вам зачет. Ты сейчас, ты уверен, Рома? Ты уверен? Конечно. Сейчас, ага. У Рахата должна быть ВИП-ка до 22-го. Ты запомнил? Ну, посмотрим. РП писать нужно, блин. РП. Это мой первый раз? Серьезно? Тогда не выиграешь. Знаешь, почему? А знаешь, почему не выиграешь? Потому что машинку не видать, кофемашинку. Автомобиль. Так, все, а то сейчас набегут другие люди, которые не смотрели меня на РП. Приготовились. Три. Два. Один. Блядь, да как так-то, блядь, Рома? Это читерство. Вы видели? Сука. Как ты это сделал? Он подкрутил чё-то. Баба, не хватит. Это не... Я не хочу, мы даже... А что такое было человек давно, блядь? Я тыкнула на... На Альт. Господи, это было пере... Это самое... Рефреш, походу. Так, выключаем. Да это не честно. О, Ром липку купил. Ну, у меня рука не поднимается. Снова ГТА катает. Сиар, ты пропустил моё ГТА, я обиделась на тебя вообще-то. Блин, там зануда была в ГТА. Можно было её по стримснайпить. Так. Не знаю, не могу... А Ларику, пожалуйста. А Ларику, так А Ларику. Добро пожаловать в ВИП-а, Ларик. Подкрутила ВИП-ка, вы давай. Даже эти музыку куличу, а там в тишине. Какие пароли? Какие корабли? У меня теперь после айфона, у меня теперь кажется, что сейчас на меня будет этот Face ID этот смотреть. Что? Вы не вошли в аккаунт? Сеанс был завершён из-за длительной неактивности. Иди ты в жопу. Ну что, ребятушки, сейчас у нас будет немного разминки. Немного разминки. Я 43 минуты трезвым смотрел РП. Бог есть. Смотри, сейчас дойдёт до того, скачаешь ещё. Это будет... Вот это будет... И дьявол появится тогда. ВК материться? Не-не, я не ВК включаю. У нас пока терпимо. И мы попробуем оставить стрим и не включать ДМСА. Вот. Я не в трусах, если что. Это шорты просто так затянулись. О, я не в трусах. О, я не в трусах. Ой. Уже хочу... Проктолог? Знаете, кого вызывать? Вызовите мне. Вызовите мне. Ром, ты что, влюбился? Азарик, что ты ему там сделал, что он тебе випку дарит и сапку? Слепиться? No. Надо размяться. Я начну на стуле, а потом снизу. А может, стуловую разминку сделать? Леся укусила Буся, а она заразилась хотением. Наоборот, я не знаю, что бы я хотела. Вы знаете, что бы я хотела? Я бы хотела шенгенскую визу. Вот что бы я хотела. Кто отслеживает 14.03.18? Стримерская разминка называется. Вы сейчас увидите Олесину разминку. Стримеры так не разминаются. Я сейчас, правда, на стуле за кусочек просрочки. Чего? Не хотелось бы кусочек просрочки. Хотела бы чего-нибудь захотеть. Нет. Вообще хорошо ничего не хотеть. На самом деле. Когда ты свободен от своих желаний. Это круто. Но с другой стороны, некоторые хотелки вызывают в тебя такой жуткий интерес. Такую жуткую страсть, что в то время, пока ты это хочешь, у тебя жизнь становится какой-то насыщенной. Это необычно. Вот. Ну, например, когда ты заказываешь, не знаю, там, суши, и пока они готовятся и едут, у тебя ты так мечтаешь. То есть какой-то вот этот процесс, да? И также предвкушение. Что-либо ты хотел. Вот прям вообще не важно, что ты хочешь. Если ты... Если ты это очень хочешь, горишь этим, то процесс ожидания просто нереально крутой. Поэтому, даже если ты этого не получаешь, или в итоге получаешь, все равно самое классное, это вот жить ради чего-то. Ради... когда, ну, огонек внутри такой, типа... поэтому нужно что-то хотеть, это интересно. А если ничего не хотеть, неинтересно. Представь себя, ничего не хочущим. Вот что это за жизнь? Я ничего не хочу. Если бы ты ничего не хотел, ты бы умер. Поэтому каждому знаешь, что-то нужно хотеть. Хотеть сидеть, стоять, лежать. Вообще, мне кажется, когда человек ничего не хочет, он, сука, обленился просто. И у него слишком комфортная жизнь. Да. Ему нужно пнуть в зону дискомфорта. Ему нужно, не знаю, там, на Северный полюс и в холодной куртке закинуть, чтобы он сказал, боже мой, как я хочу домой в тепло, где кормят борщом, там, варюшки теплые хотелось бы. Чтобы человек что-то захотел и начал стремиться к этому, начал бежать там, до автобуса, чтобы залезть. Или строить себе вигвам, чтобы там согреться, чтобы было желание что-то делать. А так, когда у тебя все есть, неинтересно. хотелки это полезно, а вредно не хотеть. О, сурок меня понимает. Углевер бы сгоняла на разведку. А что, вот это онлайн нельзя сделать, да? А суши оказывается, оказывается гадостью. И думаешь, лучше бы борща... Там, кстати, фотки нужно делать. Я смотрела, там, там нужно фотографии какие-то. Я правда не знаю, сколько на сколько размер. Но нужно сначала фотки сделать. Ой, хрустно. Хотела, хотела участок ваткиевом? Перехотела. Понятно. Так я его купила, потому что, поэтому и перехотела. Дарья. Вот если бы я его не купила, я продолжала бы его хотеть, и мне было бы хорошо. А я купила, и такая, ой. И все, я уже больше не хочу его, потому что он есть. Я хочу побыстрее раздоровить, раздоровить, выздоровить, иначе уже надоело болеть. Ну так продавай. Нет, я же зачем-то его купила, значит, он мне нужен. Микки Майн, хеллоу. Yes, great. Когда ничего не хочется, приседай, жопа как орех никогда не помешает. А если мне не нужна жопа как орех? Мне вчера девочки говорят, а что ты делаешь, чтобы жопу качать? Я такая думаю, бля, она еще осталась? Я говорю, я ничего не делаю. И вот, так что, как бы, они мне просто говорят комплиментом, они мне говорят, ничего не делай, а она и так нормальная. А ты считается в пригороде живешь? Да, я в пригороде. А ты бурьяном, бурьян выращиваешь? Да, там все заросло. Ну, там лесочек такой и бурьян. Кушаю лосось. Скотина. А стейк чешок. Сделай крупный план. Чешкни прыщ. Я выдавила его. Там только болячка осталась. Я вчера, знаете, дождалась, когда он, ну, такой, надуется, белый такой стал. Я такая, зеркало начинает давить, а он такой, хренак себе на зеркало брызнул. Ого, лукан прям. Вот так вот хочется голос, а получается жопа. Во сне с тряпками поедем на город. На огород. С тряпками. Какими тряпками? Непонятно. Брыщ как брызнет и залил все зеркало. Не, ну, там две точки белых остались. Я их сегодня убирала перед девочками. Так, теперь на эту сторону. А прикольно, кстати, убираться ногами. Попробуйте. Во сне с тряпками. А что, не во сне? Подождите, я не так прочла. А по весне. Я не знаю. Мне, когда я читала, как строить дом, там было написано, что нужно сначала план дома иметь. Потом его построить. А уже после облагораживать территорию. Поэтому территория вообще в самый конец уходит. Потому что, если там что-то делают с растительностью, вот, то строители могут все испортить. Да, будут строить. Вот поэтому ничего нельзя делать. Единственное, я могу там насадить хотя бы по периметру каких-то елочек. Но я насажу, а вдруг я передумаю. Жалко, трутся вы будете. Нужно вообще проверить, провели там ли электричество. Интересно. Интересно, да. Может съездить вообще туда хоть разок. Там, знаете, как весной классно было. Ну, когда я купила, сама пошла фоткать. Ну, я же с гирокоптером там слетала. И, и это, фотки, ну, видео снимала, как оно там сверху все смотрится. И там так весна, такие желтые, красно-зеленые листики. Вот. Там так кайфово было. Собака вся такая грязная после этого была. Бегала там по лесу. Посади можжевельники пыхту. ёлки хочу очень. Чтобы ёлки разлили. Сначала нужно сорвать картоху. Весной строительство. Я не знаю, лакерд. Мне же нужно сначала проект дома. Вот, проект дома. я не знаю, кому проект дома отдать, чтобы мне сделали проект дома. Нужен наш хороший человек. Вот. Проверенный. Я с вами туда не поеду, а то вдруг еще спалю какую-нибудь геолокацию. Мне хватит уже этих спаливаний и своей квартирой. собака ес. Шепард, ты понимаешь только слово собака? Рауль, А что тебя преследует? Нет, просто обидно, что знают, где я живу. Вот. Это я тут, я себя тут в безопасности чувствую. Во-первых, я нахожусь в закрытой территории, на закрытой территории. Во-вторых, вход в подъезд через пикалку. Либо ты должен ждать, когда кто-то откроет. В-третьих, у меня решетка в самом коридоре стоит. То есть, ко мне, чтобы в квартиру попасть, нужно еще иметь ключи от решетки. А у нас всего тут три хозяина и у нас получается, ну, то есть, ко мне в квартиру практически невозможно попасть. В окно тоже мне ничем не запульнуть, у меня высокий этаж. То есть, если даже кто-то хотел бы меня поджечь, обокрасть или навредить, он бы тупо что нужно столько дверей проиграть, ну, пройти, как бы. Плюс у меня везде камеры. То есть, у нас дом, у нас тут продвинутый такой дом. Свои же люди, они натыкали камеры в лифтах, в подъездах, при входе, в подъезде, в самом подъезде. В нашем этаже еще камера, которая смотрит и освещает весь мой коридор. Вот. Как бы тут, как бы очень я себя чувствую в безопасности. А в доме своем, я вот просто представляю, какой бы там я не поставила забор, не только если все равно у меня будет опасность, что кто-то зайдет, потому что свой дом, это вроде как ты чувствуешь себя за каменной стеной, но если только она не китайская, не знаю. Ну, можно, если только собаку большую завести. Двух ротвеллеров, которые никогда не будут видеть никого, кроме меня. Будет мальчик и девочка, и они будут бегать по огороду, срать везде. И вот если кто-то заберется ко мне, собака, шепард, да, собака, заберется ко мне домой, то эти собаки просто жопу разорвут, вот. Например, например. Проектору отдай план. Проектор. Ну да, я буду отдавать ему. Покажешь КМ? Нет, не покажу. Зачем? Ну, знают, да и знают, все равно никто в кино не зовет. Да, я не боюсь про кино, я просто боюсь. Я не люблю, когда нарушаются мои личные границы. Когда мои личные границы, вот как только если, ну, кто-то припрется ко мне в мой даже комплекс, это уже все, нарушение моих границ. А прикинь, кто-то придет такое и позвонит мне и скажет, выходи. Я должна выйти и как бы видеть, что человек стоит возле, ну, к примеру, да я, наверное, это, сразу перееду отсюда в первый же день, когда такое случится. Возьми типовой проект, их в инете полно, заказываешь индивидуальный проект, дорог. Не, не, я уже нарисовалась, проект. Мне же нужно, чтобы там пилон был, чтобы высота была там, что у меня же будет студия побольше, чем это. Да, я собираюсь там до сих пор пилоном заниматься. бутхи, бутхи, хэрну, ну, 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 все рассказала, арчи, гасма, сочувствуюсь твоим сталкерам, а у меня их нету, не переживай, пошел звонить дверь, ну, сука, да ты даже, хотя, не знаю, вряд ли нетворкер ко мне бы смог припереться, нетворкер вроде нормальный выглядит человек, он бы не додумался до такого. Во, к стримеру Олесе наконец-то осознание пришло, что дом не так защищен. Да, это, ну, у меня всегда такое было. Да-да, правильно, она говорит, вот почему я раньше варианты пробую, бодо, поездки, подожди, правильно она говорит, вот почему я разный вариант, а, типа вытащить меня из моей безопасной зоны, ха-ха, ну, дом не надо платить, конечно, но как бы и без шашлыков на 1 мая. Полить. Я шашлыки же не ем, все же. А ты как в один дом, а построить систему защиты от дома от грабителей? Да, понимаешь, это дорого. У меня единственное, что я хотела сделать, какую систему защиты, это построить бункер в своем доме. И то, после того, как меня ребята напугали, что сам по себе дом не обойдется в 5 раз дороже, чем я думаю, я уже поняла, что бункер я у себя не построю. И в моем проекте нету бункера, у меня нет даже подвала, сука, там. Вот. Поэтому я могла бы, если бы видела, что моих там собак кто-то уже зарезал, и кто-то шумится ко мне в дом, хотя камеры у меня по-любому будут, то я бы просто спряталась в бункере, и у меня бы там была куча запасов еды, и я бы ждала, когда этот человек покинет мое помещение. Мне кажется, Олеся нас боится. Ну, не вас прям вот как вас, а просто вот чего-то, ну, там всякое может быть, знаете ли. С балкона смотрит внизу мелом, Олеся, разбань Сережу. Да, вот это, кстати, одно из нарушений границ. Зачем замерщика вызвала, скажи. А, я вот, просто я сегодня, сука, я не могу открыть вот эту штуку, потому что у меня там, ну, знаете, для полдэн-шоу нужна полная темнота, и я закрываю окна тряпкой, и чтобы тряпка на чем-то держалась, я скотчем вот так уголки, и у меня как бы скотчем такая тряпка. Вот, и они такие говорят, ой, а можно, типа, окно открыть? Я боюсь поднимать жалюзи, чтобы они вот эту всю мою не увидели. Я говорю, ой, там некрасиво, но вы не обращайте внимания, открывая жалюзи, ну, мы поняли, в общем, Олесь. Я говорю, да я уже заказала, ну, и, в общем, для этого мне нужно особенные жалюзи или липучки на окна, которые будут красиво смотреться и полностью закрывать мне свет в комнату, потому что обычные опускные жалюзи пропускают свет. вот. Да, броня всегда нужна. Абсолютно. Всегда вообще. Можно даже на себя одевать. Может, не знаете, а у меня вот есть броня такая мощная, что даже если кто-то с дробовиком зайдет, у меня как бы грудь и сердце останутся в этом, ну, целые. Вот. Так что они должны приехать, замерить мои окна и предложить мне вариант, который будет полностью... Ролет есть в эпицентре, непрозрачный. Так мне нужно, понимаешь, у меня окно такое, у него одна большая такая штука и такие маленькие штуки. Вот эти маленькие, они тоже, то есть для них нужно отдельный ролетик покупать и нужно размеры знать. Вот. Ну, если можно, конечно, его подрезать как-то там, в эпицентре купить, можно и придумать. Но это опять же, это я в эпицентр съезди, это замерь, это обрежь, это сама эту всю хрень наклею, установи. Я же за руином все. У меня все отвалится, я буду психовать, в итоге я переплачу и закажу у человеков тех. Советовали липучки и ткань плавали. Во, вот я им написала про липучки, скинула, они говорят, интересный вариант, надо типа приехать к вам и посмотреть, что вам надо. То есть они приедут, они тут рядом просто, им далеко ехать не надо. Ой, я спину хотела. Давно бы повесила черную штору и декорту. Да какую, в том-то и дело, что черная штора не получается. Ты белая, черная. У меня, например, ролета, она не прозрачная, но свет проникает из-за щелей. Из-за щелей. Тут, короче, здесь своя система должна. ху, пепси пить. А чай? У меня так давно пепси не было, что я когда купила, я уже привыкла чай пить. Каркаде. Просто построить дом и жить в страхе, что кто тебе придут, может, стоит повременить. Так, поэтому я ничего и не делаю. У меня, как бы, земля есть, проект есть, нету. В смысле, у меня в голове есть. И я просто остановилась и ничего не делала. Опа. Ой, больно. Что-то без разминки тяжело. Еще есть гибкий магнит. Но как к ткани прикрепить, вопрос. А не надо ткани, мне нужно к стеклу. Мне стекло нужно залепить. Прозрачное. Да пофиг, лишь бы занавес подняла. А, мы же рисовать должны. Блядь, у меня в 30 минут должен начаться этот рисовальный. А я еще разминку не сделала. Пойдем сахар в ананасе поедим. А, мне нравится, кстати. Сегодня ананас попался невкусный. Я похвасталась всем, что ананасы мои, которые попались вкусно. Этот был верхушечка уже невкусный. Поклей фольгу на стекло. Да, это вот страшно. Смотри, как газетами стекло заклеить. Не катит. Гибкий магнит на двухсторонний скотч к окну. Так как нужно его открывать, закрывать постоянно. Я, например, закрываю только, когда полденшоу. Открываю, потом Ромео Алан. Привет. Так, разминку уже в кресле. Так, наверное, что-то не получилось. Мне нужно спину размять. У меня только ноги получилось. Ладно, я пойду чай тогда поставлю. И вы себе разминку сделаем. Разминка перед рисом. Да мне просто нужно спину размять. Я же сижу. Все, ждите меня. Я буду читать чат тут. скинула карта. Ага, ок. Сейчас девочку отправлю в дальнее путешествие в папку общие. И потом нужно сапожки заказать. Я пришел всю нору. Да, я вижу. Катапса надо поделать. Да, вот кот-собаку нужно. Точно. Вот это прям по-любому. Окошко собаку сделать с горизонтальной спиной. Вот так еще. Это я так делала, когда я еду долго. Когда я в Москву уехала. Блин, взбодрись. Может даже... А Пепси взбодрит, кстати. Там же есть кофеин. Не, ну нахер, нельзя. Что там за ТГ? Это что такое? Это что, блядь, такое? Вот это вот. Это что такое в ТГ? Это что у меня? Это нужно фон такой сделать мне на стримах? кто это сделан? Аларик? Суп скинуть? Кидай все. Я представляю, один раз запускаю у меня хромакей сзади, да? И там лосось, я буду менять, представляю, борщ, лосось. Ха-ха-ха. Это не я, написано лайк. Когда на проекте за снимок на стоять? Да ну, это. Никогда. Отстань. И покажу, что я поеду! Капом! Ух! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Господи! То есть ты думаешь, что если у меня будет парень ананас, то я его не съем? Ну, очень наивно, конечно. Это получается временный, пока не закончится. Так, все. Вот я буду в течение сборов кушать. Можно чай, если в меня влезет вторая кружка? Вторая кружка в тебя не влезет? В меня восемь влезет, и я скажу, а где булочка еще с тортом? Второй стакан влезет. Господи, вот это у вас желудки микро. Блин, я туда добавила грейпфрут, и он такой горький получился. Ром, хочешь чай? Только для Ром чай. Парень ананасный вкусный. Пойду достану... Да, мне придется сейчас отразумитель туда убахнуть. Альберта достану. А, ребят, я вам забыла рассказать. У меня появилась идея, куда надевать картины. Сейчас я пойду выберу картину, ну, размер, и вам расскажу идею, что можно делать с картиной. Да он срет ананасами, скажи... Альберт Погохова. Да, и я получил 10 лет. Нажимаем сейчас по err пépайку эти грейки. Альберт свежи. Возможно дешевле, manchmal бы не возьмете грань. Альберт свежи. Поверяю, альберт свежи. Остальт свежи. На сцену. Альберт свежи. И она молитва. И они жевели. Альберт свежи. И я покинула попасть у них, Продолжение следует... 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 Ну, 5 минут АСМРа. И еще напоминаю, зачем я разматываю вот так, чтобы сохранить бумагу. Чтобы потом в эту же бумагу и замотать. Я экономная. Сообщение выше. А в смысле 9 нарисованных или холстов? А я сказала 9. Я не знаю, о чем я говорила. Но у меня там вот так стопка огромная. И я, когда я их складывала, я всех вытащила по одной картине по размеру. И оставила, чтобы не лазить туда. Ну, они же заканчиваются. И пришлось вот лезть. А про что 9 говорила, я не знаю. Олесь, не снимай штаны. Не снимай. Возьми нож, не разворачивай плиз. Ты можешь звук убавить. А если повернуть на 90 градусов, то приплюснутые. Да. Но мы не будем рисовать феникса приплюснутых. А-а-а! Забыла! Моя новая идея, как мне картинами, да? Сейчас расскажу. Уже пахнет. Смотрите. Я подниму сайт. Ну, я попрошу. У меня 9 осталось. Вот так переспросили. А, да я что-то, наверное, не так... Ну, не 9. Не 9 точно. Там у меня целая, ну, сопка огромная. Это. Я буду вот как делать. Это будет мой третий эксперимент. Получается. Я нарисую картину. Сделаю фотографию после стрима. Выложу ее на сайт. Там, где вы и покупали их. Вставили эти... Вставили вот, ну, ставки. И там буду указывать время. Я еще время не решила. Думаю, трое суток нормально. Ну, типа, там, Пример, 70, там, 70 часов пускай будет. Ровно 70, к примеру. И вот 70 часов можно в течение, там, Вот этих, вот этого времени Рисовать свои ставки. И прям там же ее можно выкупить. И все. То есть, как только проходит время, Она автоматически, Допустим, там, Последний, кто поставил, Ну, Тому и достается. Вот. И можно будет выкупить очень дешево. Потому что, если картина говно, Она никому не нужна будет. И можно, ну, выкупить ее По самой начальной цене. И начальную цену буду учитывать, Сразу закладывать, Что, Ну, вот, когда человек туда подключается, Только он же платит 10 долларов. И это как раз будет сумма доставки. 10 долларов будет на сайте. Это сумма, которая будет вложена человеком, Чтобы доставить картину ему. Но это, получается, нечестно будет, Если он много закажет. Но если много, это как опт. Вот. Поэтому, когда сумма доставки Будет включена уже в тот, В тот вариант, Что человек, когда регистрируется, Он платит уже 10 долларов. И это будет доставка. Получается, картину я должна оценить по, Типа, холст. И сколько красочек на нее потрачено. Вот. И, к примеру, 10 долларов он потратил. И еще за картины 10 долларов. Вот. Поэтому одна картина будет стоить Минимум, получается, Если ты берешь, покупаешь одну картину, То она будет стоить 20 аж долларов. 20. Дай бать. Вот. И, ну, ты можешь, конечно, И больше за нее заплатить. И если у тебя будет две картины, То, получается, Уже можно купить картину за 10 и 5 долларов. Потому что доставка уже будет не считаться. Какая неожиданная, Эйди. Нравится? Работу надо... Я не буду работу включать. Вот как раз работу должен оценивать тот, Кто делает ставку. То есть человек наверняка сидел на стриме, Видел, сколько я вклад... Вложила в эту картину. Насколько она ему понравилась. И вот человек должен оценить. Не я оцениваю свой труд, Потому что я не... Должен быть непредвзятый человек. Вот. И если человек, Сидя на моем стриме, Видел, сколько я потратила времени на эту картину, Оценивает ее в 10 долларов, Значит, оно того стоит. Вот. У меня есть говно картины, И которые вообще ничего не стоят, И их просто нужно помойку выкинуть. Если кто-то за это заплатит 10 долларов, Я буду очень рада. Я, кстати, их выложу. Сейчас, когда я попрошу сайт поднять, Вот сделать вот эту фишку, Я выложу все свои говно картины. Вот. И там уже будет, получается, Уже в смысле неправильно. Это количество человека часов. Мои человека часа оплачены. То, что вы смотрите мой сним, Уже оплачено. Вот. Это нагло получается, Если я зарабатываю с твича, Рисуя картину. Еще я, типа, за картину прошу деньги. Когда на выставку бы не валит. Я на выставку, Когда научусь рисовать. Мне тогда и видео надо закрыть. Я же представляю, как это звучит. Закрывай. Так это же аукцион. Кто-то поторгуется, Что и человека часы оплачены. Да, вот, ну, Если вы как раз... Вот, например, Допустим, вот о Дарии, да? Ты эту фразу на стримдек поставил. Это неправильно. Смотрите, например, Дарий захочет купить картину. Вот. И он Говорит так, Ну, я бы вот честно, Вот она столько тратила, Столько вообще злилась, Столько раз Перерисовывала, Я бы за нее отдал, Ну, 20 долларов точно. Он такой берет, Ставит 15, например. Смотрит, Но не поднял, да, цену? Ну, никому больше не нужно. Ну, блядь, ладно. Берет 20, Ставит, и все, Она его. Вот. То есть он заценил, И как бы, А если он ставит 20, И такой говорит, Ну, я бы за нее 20, 20 ставить, А кто-то 30 поставил, Он такой, Ну, я не ставлю за эту квартиру 30. Я не, ну, не то, что не готов, Она не настолько хороша, Чтобы за нее отдавать 30 долларов. Пусть он заберет. Все. И это будет честно. С другой стороны, Нечестно, Если человек говорит, Блядь, я бы отдал за нее и 500 долларов, Но у меня просто нету. Хотел бы, конечно, забрать, Но денег нету. А там уже кто-то поставил 500 долларов, Он такой, Блядь, ну нету 500 долларов, Ну, картина классная, Прям влюбился. Вот это вот нечестно, Я не знаю, что с этим сделать. Я еще не придумала. Я не придумала, Что делать с людьми, Которые действительно хотят картину, Но не готовы за нее платить, Потому что у них нет денег. Вот. Я бы хотела подарить. Ну, я бы не против дарить. Но я не знаю, Как это организовать. Как узнать, Что человек действительно Нуждается в деньгах Больше, чем я. И как... Хотя, подождите, Эти деньги не мне идут. Я даже думаю, Я замучу на этом сайте, Чтобы там был счетчик. И каждый раз, Когда картина куплена, Он пополняется, И написано типа, Собаки. Вот. Чтобы это не мне, Чтобы видели на счетчике, Сколько уже денег капнуло. И я их не буду, Ну, значит, Я не буду откладываться На наши поездки в приюты. Рома, кстати, У меня, кажется, Есть масло тут. Вот. Лучше еще припасывать Количество седних вкусняшек За время рисования. Как их включить в стоимость? Я бы их ела и без этого. Никак. Это крайне маловероятно, Что ты мог бы заплатить 30 долларов за картины. Электричество посчитали? Электричество не тратится, Когда я рисую. Я бы тратила его, Даже не рисуя, Просто потому, Что света нет. Андрей, я не умею делать сайты, Но я знаю людей, Которые делают сайты. Мажешь эклеры маслом И мед сверху. Схема уже отработана. Знаешь что, С медом мне и хлебушек пойдет, Без эклеров. Да, картины у тебя дорогие. Тебе не по карману, Не знаю. Особенно эта, Рома. Моя вдохмеш. Это вообще-то мой подарок На 8 марта, понял? Что, готовы? Сейчас, Стандартненько, Рисуем черный фон. Как только я открываю, Я вспоминаю про кисточки, Которые я не заказала. И подашка. Сколько можно все время Забывать одно и то же. Я не понимаю, Как вообще это работает. Так, эту кисточку выкинуть. Это еще живая. Эту кисточку живая. Оставляем. Тут, кажется, выкинуть можно. Тут еще можно что-то поделать. Света мало. Свет, заходи. Тут включить. Леся и 18 черных котов с поломанным носом триллер. У меня сегодня не кот будет и не собака. Но, Асун. I like more than you say dance. Go dance. Пляска? In Russian, it's something... Ну, ну, ну. I don't like it. Кстати, нормальный. Купи растворитель для... У меня есть растворитель, Но он не отмывает. Засохший. Растворитель для красок. Но написано, что он Как бы для разбавления красок. Может, поэтому он не отмывает? Я не знаю, где растворитель купить еще. Который... Который... Кисточки растворит. Если ты знаешь, где заказать такое, Который именно кисточки может. Что рисовать будем? Зайдите, пожалуйста, в мой ВК. Зайдите, пожалуйста, в группу в Телеграм. Зайдите, пожалуйста, в Инстаграм. В любой соцсеть. У меня там анонс. И там рисуночек тот, Который мы планируем сегодня нарисовать. Вот. Это я вчера нашла. Очень красиво. У меня вообще, как увидела, Так сразу... У меня аж это... Слюна брызнула изо рта, Когда я ее увидела. Вот. Очень понравился. Так, значит. Нарам-та-та, дар-та-та, дар-та-та-та. Вот тут густо. Смотрите, какая не густо. В центре можно было заказать. Так что не заказал? Мои любимые каля-маля черные. Мостакс, реально можно чай мокнуть, Смотри. Пока я еще не сильно на плать. Дайте крышечку. Вот. Картина с чаем. Плюс 500 долларов. И, кстати, там было сообщение в чате, типа... Ой, что-то она падает. Скидывайте. Как девочки отригревали на картину. Только одна вообще заметила картину и сказала, Ух ты, это ты сама такой фон черный красиво рисовал. Так гладенько. Ей понравился мой черный фон. Я ей просто сказала, что это свет такой. Если был бы свет нормальный, то она бы увидела, что фон не настолько хорош, как ей кажется. Потому что с фоном у меня тоже, там, проблемы были. Блин, черного гусора. И по ацетонам их растворить. Прям красочкой. У меня есть, кстати, ацетон какой-то. Растворитель точно есть. Я вот не пойму, почему у нее вот сейчас бортики просматриваются. Нет. Не едь. Прямâl. Включаем. Все. Включаем. Прямой. Намаскинет. Включаем. Намаскинет. Получше. Лучше. Лучше. Включаем. Машка. Включаем. Включаем. Ой, Саша, там перемянуть нужно, перемянуть, перемянуть стрим, нарисуем там, феникса и арта, ну это ты уж по-любому что-то из этого сделала. А еще, ребят, я знаете, что подумала? Не знаете? Сейчас скажу. А почему не знаете? Вы что, не считаете мои мысли? Почему вы еще не научились считать мои мысли? Сейчас расскажу. Короче. А что я хотела сказать? А-а-а! Ну да, а еще у меня такое вот, ну, вот я сейчас сказала, что у меня вот эта идея номер три, что я потом придумаю вот так вот. Но я могу в любое время оставить картину себе, если мне она понравится, либо передарить ее кому-то, кому мне хочется. И можно, ну, то есть я, допустим, не хочу на стримах дарить, да, я хочу всех отсылать потом на этот. Но если мне захочется, я могу, оставляю за собой правила выбора, вот. Вот. Это как сегодня, вот эта девочка пришла. Она, кстати, картинами увлекается. То есть она сама пишет, но она дизайнер. Женя. Женя. Короче. И она тоже картины пишет. Я подумала, что по идее, ну, она прикольная девочка, она очень мне нравится, она очень хорошая. Вот. Я думаю, что, возможно, я ей какую-нибудь картину нарисую. И если, например, я рисую какую-то картину, и я прям чувствую, что ей пошла бы, понравилась такая картина, я просто говорю, ребят, все, эта картина уходит не на аукцион, а я хочу подарить ее, и все. Ну, чтобы никто не обижался. А я реально думаю, ну, потом девочкам, которые вот остались со мной после Джоя, которые все-таки, знаете, ну, которые как бы, ну, так очень тепло относятся ко мне, и побежали за мной, когда я уволилась. Я думаю, что я вообще готова им по картине нарисовать, ну, как, не знаю, типа что, память. Ну, я же не всегда буду их тренером. Вот. Возможно, что-то тематическое. Ну, и вряд ли я какую-то женщину на пилоне нарисую. Ну, может быть, я кому-нибудь какую-нибудь картину буду нарисовать. А еще десятка идей в кармане, да. А зачем акрил ацетоном растворять? Ну, он водой вообще, по идее, должен растворяться, но он не растворяется. И вот как кисточки очищать, которые я заруинила, я не знаю. Ананасом можно растворять. А ты скажи, что там еще глаза есть и на фоне. Да, она видела. Куплю картину, так... Блин, все, извини, Ром. Поздно прочла сообщение, я уже ее испортила. Ну, в смысле, я уже не такая, как была тогда, когда я хотела купить. А такую купишь, я могу не закрашивать. Которые обиделись на Джо и решили тебя поддержать. Не, они не обиделись на Джо. Они просто пошли за командиром, так сказать. За командиром отряда. Они не стали менять командир... А это знаете, как тешит самолюбие? Это просто... Как бы хотят с тобой заниматься. Еще потом говорят, вы знаете, а мы не очень хотим с кем-то еще заниматься. Это просто показатель того, что я делаю все правильно. И тут все твои страхи и сомнения по поводу, что ты дебил и лох, и никудышная. Вот, они всегда уходят на второй план, и ты как бы... Вот, и ты понимаешь, что ты все делала хорошо, продолжай, там в задухе. Вот. Так, все, мы докрасили, сейчас пусть сохнет. Я пойду за сахаризменителем, схожу в туалет и вернусь. А-а-а, разлегла все, я что тут... Опять стол закрасила. Сейчас пойду с тряпочкой, подожди. Ну, я... Я вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok Мне так весь стол в краске заглаживает все это. Субтитры сделал DimaTorzok Ой, я слезала. Как дела, что делаете? Что делаете? Ничего? Так. И пора открывать ее на... Я, знаете, что хотела... Ларик, будешь шоколадку? Вы когда-нибудь были в Англии? Но... Альберт, Рома. Мы пишем в чат то, что ты не читаешь выше. Вот от Дарьи я вижу какой-то. Мы не успеваем читать мысли, ты забываешь, о чем говорила, и перескакиваешь на то, чтобы пожрать. А, вот это смешно было. То, что... А что это только девочки... А что только девочки, а что за сексизм? А потому что мальчики не ходили ко мне. Ну, в смысле, редко ходили. What are you doing? I draw. Draw. Ой, хоть отдохну сейчас чуть-чуть. Глаза яркие. Побелела! Ларик, моя любимая. Она попросрочилась. Смотрите. Она должна быть черная, это black. Она теперь вообще... Смотрите, какая белая. Это прям как я люблю. А, блин, фокус. Ты там нам секрет раскрыла, сохранитель в туалете. Саша, воду теперь... Да я с туалетной бумагой ходила в туалет. Он сделался таким, как я его люблю. Барбарус, ты же любишь такие шоколадки? Найс, я ехаю чоколаду, тоже. Что ж, чоколад, ты нуждаешься? Асмр, ехать чоколад. Как утята пошли за мамкой. Угу. Не, она была не в холодильнике. В холодильнике они такими не становятся. Нужно, наоборот, в тепле лежать. Чоколадки жира внаружи. Да, она как раз становится какой-то сухой. Когда ты шоколад кушаешь, он немножечко влажный, такой как бы в жире. Ужир внутри. А тут реально он как будто обезжиривается. И становится более сухим, рассыпчатым. И вот в этом вкус его прям... Я не знаю, почему мне так нравятся рассыпчатые шоколадки. Не, плеси нету. Кстати, интересно, она правда просрочилась? 07.10.20... Не, она не просрочилась. 07.10.22. Изготовлена 07.04.21. А срок годности 07.10.22. Шоколад моим именем называешь. Я стал еще вкуснее. Ответ на вопрос выше. Да. Угу всегда по полгода храню, прежде чем съесть. Это вот жир, вот это белый жир. Правда? Фиар Пуко, привет. Большой нет. Но зато мы вчера с девочками схряпали набор тех мятных. Все, все. А вы хоть раз ели шоколад с вот этой штукой? Когда вы доставили на следующий штуку, верн Бур-бур-калифа стрим Агаин. Why do you want it? Or repeat Bush Khalifa Hello again, hope your day is going good Of course, thanks You put me on Wikipedia on the English But I understand that there is written, that it's... There is written, that it's... That it's... That it's fat Hello, Buolante Next one It's the last one That's a cat There's a cat There is a cat Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Вот что рисуем. Сейчас выгоню. Нужно выбрать кисточку. Вот это нормально. Бля, такой вкусный. Не могу. Не могу, я стараюсь. О, может, правда, мне что-то яркое включить? Чтобы светило вместо лампочки. Киса! Киса! Так, вот тут у нас примерно будет голова. Тут будут крылья. Крылья вот так идут и тут. Вот так, вот так. Нет, голова. Нет, голова нужна ниже. Сейчас я нарисую. Мне нужна карандашка. А где карандашик? А нету карандашиков. А всё, 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 всё. Нету карандашиков. А как это нету карандашиков? Вот как это нету карандашиков? Проебалось карандашики. Нету. Всё. А нужно было складывать на место. Мяу, www, улыбка. Алсая. Спасибо! Причер, может быть, ты видел мой карандашик? Хуй, без карандашика буду рисовать. Ну, ладно. Простите. Очень, очень не получилось как-то по... Очень красиво с моей стороны рисовать картины и материться как сапожник. Да, я знаю. Итак, красный. Без карандашика. Рисуем наугад. А что вы мне не сказали про одежду? Алло. Я сейчас свою футболку загажу. Саша, ты не проследил. Бан. Так. Сегодня снимается модерка с Сашей. Кто будет модерком заняться с Сашей? Я пока переодеваюсь, вы подумайте. Провереник. Первое. Второе. Проверяйте. 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 А, я что еще! У меня уже есть. Ну, я другой. Мэтом лам. Проверяйте. О, а я карандашик нашла. Он как-то на системнике лежал. Ну, все, значит, Саша, повезло тебе. Саша, одень на пиздник, ты забыла. Забыла на пиздник? Ты еще здесь? Будешь просроченную шоколадку? Не дам. Почему не дам? Пока тяну. Нормально? Начинаем. Все, да, уже полчаса, сука, рисует. Собирайся. Голова. Где центр? Значит, тут будет голова. Будет быть. Будет сейчас. Так, вот тут голова, например, да? Вот пойдут вот такие крылья. Не такие крылья пойдут, а не другие пойдут. Вот такие. Вот такие крылья пойдут. Вот такие. Вот такие, вот такие. Не красивые крылья. Все перейдет. Че пришла? Че пришла? Че? Что ты здесь? Ты пришла, чтобы я подольше порисовала феница? Так, вот здесь вот будет тело его. Здесь вот пойдут вот такие водоросли. Здесь вот так. Потом вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Да? Вот так, что ли? Ну, как-то так, да? Все? Готово. Сука, ты решил все-таки нарисовать? А что ты думала, у меня будет только подготовительный стрим? Так. Ну. Может быть, на этом и останется. Я учу русский. Just a friend. Learn Russian with us. Кисточка. C-кисточка. А чем рисовать? У меня нет красной краски. В смысле, я ее не достала. Ой. Продолжаем подготовительный стрим. Дай красный окрасок. Не падает только. Кисточка. Ух ты, кстати, кисточка. Пригодится. О, а роза прекрасно нашла. Кисточка. 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 Это не так. Кисточка. Кисточка. Наверное, нужно макать будет, поэтому я, пожалуй, с палитры все-таки начну. Цвет только украсный. Рома, только не пукай, хорошо? От страха. Громко сильно микрофон прям тут стоит. Все, мы начинаем с головы, потому что это центр. Я не уверена, что я правильно отцентровала. Так, микрофон не мешает вам смотреть, да? Мне холодно, окно надо закрыть. Ну ладно, дайте хоть голову нарисую, потом окно закроем. Темно, ни хуя не видно. Выбираем центр. Рука. О, вот центр тут. Ну, почти все. Я прям попала. Тыс, 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 тыс. Эй! Иino. Типа. Иерva. Типа. Эй! Да. Клюв такой не получается смешной Я не знаю как клюв рисовать Это ты в зайцах обутая, а мы в зайцах обутая А вы раздетой что ли? В писаном по дому бегаете? Я с писаном только летом бегаю, пишет холодно Как только наступает зима, то все Кажется я головешку сильно маленькую рисую Да? У меня это уже голова Окно открыто, ноги наступают Я сейчас закрою, я сейчас хотя бы голову нарисую Немножко А еще у меня уже чат сюда спринется Я сейчас закрою Я сейчас закрою Я закрою Легко stops у меня Мне нужны настройки сделать, чтобы один раз видать экран. Все равно кажется маленькая голова. Придется в чай макать. Я не принесла эту воду. Надеюсь, я не сильно отравлюсь, когда буду с красочкой чай пить. Продолжение следует... Руина. А как мы руину будем исправлять? Какая кисточка? Вот этой? Ну ладно. Продолжение следует... Не, мне кажется, Барбарос у него просто там вся жизнь на пикабу. Это как тиктокер. Ты скотина, что ли, что рисуешь? Еще один. Кто анонси не смотрел? Быстро идите анонси, смотрите, чтобы не бесит меня. Как дела? У меня хорошо дела, только мне холодно, и я боюсь, что я за руине Феникса. Он такой красивый, мне так хочется его нарисовать. Знаете, вот бывает, вот в картины прям, такие картины прям, любовь с первого взгляда. Вот когда ты увидишь, ты думаешь, боже, как хочется. И вот раньше у меня не было возможности, потому что вообще никакого опыта не было. Ты смотришь картину и просто понимаешь, что понятно все. Ну, то есть ты никогда так не нарисуешь и уходишь от этого идеи. Нет, не так вообще-то это делается, Олеся. Тут вообще-то вот эта штука шла вот сюда. А сейчас уже типа опыта побольше, и ты можешь браться за что-то такое крутое, по твоему мнению, которое может еще и как-то... А вдруг получится? Да ну не ворачивайся. Ай, дебил! Ладно, сейчас встал. Почему мне света не хватает дико, а лампочка не работает? Почему? Она только включается и выключается, а яркость не добавляется. Я не пойму, что не так. Моей любимой картины нету. Моя любимая картина всегда была Black Mesa. Но потом я стала рисовать больше, и у меня... Вот сейчас, если я это нарисую, и эта будет моя, ну... Она у меня не получится, конечно, такая, но я буду стараться. А вообще, любимая картина в мире, я не любитель картин. У меня нету любви к картинам. И мне вот эти художества вообще... Как бы... По большому счету, меня не штырят. Скажите, лампа вы похрюпывает. Знаете, что я не сделала? Может, еще не поздно. Посмотрите, на этой картине есть такие... Свет белый. Такой... Ну, здесь он синеватый, кажется, но вообще, видите, какой... Он там белый. А подождите, если его сделать синева... Вот прям такие вот, как облака синенькие. Давайте мы пока еще не... Не все плохо у нас тут. Сейчас я сделаю беленький с синеньким. Синий есть, белый. Потому что это задний фон, и он... О, кстати. Ой-ой-ой, открытое было. Вот у меня растворитель. Мы можем туда макать. Танцуешь ты, конечно, лучше, чем рисуешь. Ой, блядь. Пришло, чтобы это... Высрать что-то, да? Вот, высрал. Нормально, воняет? Нравится? Так, белый или все-таки... Дайте мне. Угу. Чёрный, да, немножко. Привет, художество. Привет, Алекс Лич. Это нужно будет пальцем рисовать. Блин, а я чё, я чай пальцем. Шутки. Леся, вот и хамка. Это же шутка. А это ты же и сказал, да? Не, на самом деле... Я хамка. Значит, у меня идут по всему периметру вот эти вот штуки. Они сильно горят, да? Не верю, понятно. Да, здравствуй, хамская царь. Добро пожаловать. Кошка рисует. Кошка рисует. Ха-ха-ха. Я могу только предположить, как оно рисуется. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Мне ещё предстоит поработать ночью. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Роме её друзьям показывать. Зачем друзьям показывать? Не понял. Не надо другим показывать. Она же должна быть для этого. Для дач. Картина для дач. Мои картины на дачу. Да, Забадиной, Серёжа. Поехали. 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 Добро пожаловать. Поехали. илось. дым рисовать я не знаю у меня нет дачи продал дачу все задонатил тебе странно продал дачу значит задонатила почему у меня нет дачи еще не все значит деньги мне продал да ой понятно еще замышлен там по-любому себя на бухлишко блин ну там красивый там прям дым там прям дым такой прям офигенный бинт понять не имею как он получится в итоге когда не будет ли просматриваться сквозь крылья а 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 penso а а ч этого крылья когда будет красный рисовать это синий должно проглядываться только сдача осталось раньше купил рамку и все а тут целую дачу надо привет ты талантливая девушка во всем похоже я только не слышал как ты поешь лучше не слышь придется и сверху так как рисовать блин не темно ребята лампочкой не робит пойду короче я свет куличу большой хорошо потому что я ничего не вижу а я окно закрою чтобы ты пока постримишь не надо как я пою то видео кидать он будет смеяться он не должен знать ну поехали эмбри и ходал так мне теперь нужна большая . начинай сначала ой нет я пойду лучше спать ладно нормальная голова не сильно маленькая не сильно она даже больше чем надо мне кажется так значит боже мой какие красивые тут волны боже мой как же как же тут красиво нарисовано это все компьютер графика новая картинка новые ставки привет нет сегодня не ставим ставки я тебе еще не выслал если чё так это значит вот так вот так вот так вот так вот и здесь вот центр 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 это и Субтитры сделал DimaTorzok Слишком опитанный Не могу так вблизи смотреть, надо всегда отходить Привет, Феникс! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подождите Так Норм Норм Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кота что-то хочет. Кота что-то хочет. Не отвлекайте меня. Так, все. Сделаем немножко подбор. Болонус более квадратный, да? Головец в актрилах такой. И вот тут он уже пошел на такую крючку. Боже мой, какая песня классная. Какая песня. Так, здесь мы потом нарисуем хоряшки. И потом хоряшки нарисуем. Дальше. Второе крыло. Дальше. 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 Слышим. Дальше. Дальше. У меня это ощущение, что я его сегодня не нарисую. Легок придется доночить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если я тебя выпущу, я тебя хрен запишу, поняла? Ты согласна? Так, и вместо завитушек, вот здесь четкие линии, завитки, я буду делать типа волосы. Ну, у меня просто таких четких линий не получится, поэтому мы будем делать их в качестве как волос, как в лохмотье. Будет волосатый фельдить. Иди! Иди! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok краской как лично вдруг художник да я не умею я просто лишь я не знаю у меня фантазии лично автограф а у саши сколько интересно саши сколько правда потому что я помню когда там мучила 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 ой мучила его оба и все ну бы мне я же говорю мне не нравится обе потому что это мне ассоциируется с тампонами и хоть тут есть мучила это мучила луф мучила мучила Как бы немножко-то добавить чаю. Мне нужно хвостики. Немножко. Немножко, конечно. Вообще мне высоко. Можно как-то пониже? О! А что рисовать-то там? Я аж забыла. А, ну да, в принципе, вот это. А вам громко музыка? Потому что я сейчас на всю прибавила, и у меня очень громко оказывается у вас. У вас же не прибавилось? Третье. 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 Амбардисанて. Третье. 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 Продолжение следует... 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 так а он за рулем понятно понятно все должно не гаснуть больше музыка где я не могу почему я не слышу музыки а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня немножко руины, сейчас исправлю Машина рулит, Женя в чате залипает технологией Налаштувание, экран, яркость автомобиля Спасибо, Рездик, по-эльфински не бачу ничего Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ой, какие же классные песни Рисовать одно удовольствие Субтитры создавал DimaTorzok 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 Держу ее уже Воды Субтитры создавал DimaTorzok 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 Или нет, подожди. Если только на кончиках, ты же можешь на черный экран проецировать... проецировать... вся рисунок. Что? Разговоры с ним — признак сумасшествия. Я вообще с вами разговариваю. Кажется, удаленный аккаунт на Твиче можно восстановить в течение какого-то времени, проверить, пока не хочется. Одним нет. Ну, отдыхайте. Кушайте. Что кушаете, рассказывайте пока. Пока такая прекрасная музыка играет, вам нужно рассказывать, что вы едите. Да, это обязательно. На моем стриме всегда нужно говорить про еду. Если вы не говорите про еду, значит, вы не в нашей... как бы... ну... мы не знаем вообще. Вы с кем-то другим. Вы обижаетесь стримером, в общем. Поэтому... welcome. Хорошо. Начинайте. Если они прочитают, то прочитают кто-то другой, по-любому. Вы там сидите, вам делать нечего. Вот. Рассказывайте, рассказывайте. Я постараюсь прочитать. Потому что голодными на стриме нельзя сидеть. Нет. Что-то у меня петух получается. А как я там делаю? А я вот так делаю. Нет, что-то не то. Они разные крылья. Какого черта? Ну, один типа облупленное крыло, второй нет. Сделала, Олеся. Ну, да. Почему бы не сделать одно, типа, облупленное, а второе нормальное. Ну, типа, она летела, и крыло у нее немножко болело. Придется исправлять. Вот здесь, да, вот здесь больше темненького. Или здесь добавить больше светленького. Не надо ничего исправлять, да? Криво. Че криво? Вот тут криво. Вот это мне не нравится. Вот это вот, и вот это вот. Мне нравится. Ниже должны быть темные, потом добавили темные. Здесь темные будет нить. Вот тут они нравятся. Вот это что такое? И вот тут они, вот это вот что такое. Ну, просто криво. Знаете, люди тоже не все одинаковые. Ты там этого, этого хорош мыслить читать? Только, что съел пару бутербродов с ветчиной и сыром. Нормально. Может, бутик по-быстрому? Из-за чего? У меня даже хлеба нету. Олеся специалист по шерстяному исполнению картин. Да. Мне очень, кстати, нравится шерстяные картины рисовать. Это еще с тех пор, как я нарисовала птицу. Помните, синюю? Я когда эти листики, вот эти вот кисти синие делаю, у меня аж мурашки по коже, как мне нравится вот эти листики делать. Очень, ну, прям, ну, знаете, прям любовь к шерстяному вот этому всему. Просто кисть мах, и вот такая шерсть красивая. Понимаете, да, о чем я? Хэлло, Дин. Так, пошлите пока вниз, а я потом... Тут высохнет, и я немножко... Или лучше не ждать, когда высохнет? Сразу, да, вот здесь? Не-не, нужно ждать, когда высохнет, иначе она мешается. С красочкой получается не то. Сейчас я чуть-чуть попробую исправить. У вас даже и лучше пока не высохнет. Здесь нужно темненького добавить, чтобы контраст был, да? Так, темненький, и вот тут от крылышек вот здесь больше темненького добавить надо. Открылышек. О, что-то она у меня ухудела немножко. Так, мы... Так, вот тут. Так, вот. Вот, попался прям муничку. Скупнулагай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если никого нет в очереди на картину, то я первый Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Уже лучше Мне уже начинает даже немножко нравится вот тут вот тут мне нравится Асяк нравится а у нас тут диалог и вопрос если ты видео выведешь чат на экран через проектор сможешь ли ты читать его на таком расстоянии сидя тут и рисуя нет все не а ее а а а и а в и и Уже не то. Хорошо, не микрофон, а вы терпите, да? Маленький, жилье. А как оно так было нормально, а потом стало ненормально? Почему не работает больше так? Маленький, жилье. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нравится? Мне тоже нравится Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тем более, дотянем до ни разу. Больше хвост еще остереваем этим. Неуверенные линии, они дрожащие. Бесценная, бесценная. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. А еще знайте, что мне хочется. Не знайте, я даже не знаю. Красный. Красный. Сделать. Сделать руину. Абсолютно верно. Воды муки. Нужно больше чем. И красный. Надо красный еще. Грейкет, привет. Красного дашь? А, у тебя только серый. Не смотрю на... А не надо на оригинал... Все, мы не отталкиваемся от оригинала уже давно. Потому что я слишком часто руиню картины, чтобы их с оригиналом сравнивать. Не хочу позорить. Я даже в Инстаграм перестала выставлять картины, которые... Ну, то есть оригиналы, чтобы не позориться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, как бы это исправить? Одну убрать или заруинить? Всё. Одну лучше убрать. Так, вот эту уберу. Проредим. Если мы вот эту уберем, то здесь можно вот такую сделать на переклад. Это какой? Вот так? Нет, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. О, исправила. Нормально, нормально. Так. Леся, кому достанется эта ужас... Что? Это кто это у нас сказал не ужасная? Да ладно, ты нечаянно буковку НЕ поставил? Это у тебя Т9? Нет. Не понял. Запомните этот момент. Роме понравилась моя картина. Сейчас скажет, я пошутила. Смотри, смотри, сейчас скажет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ой... Ой, да ладно, Рома как обычно не заберет, он вечно покупает картины и потом оставляет Я, кстати, Рома, заберу картины все и все их продал на аукционе, которые ты так и не забрал Блядь, а у нас же картина маслом еще в этом Черт, я так и не забрала ее Да блин... Черт... Я просто надеюсь, что они ее никуда не продадут Ой, ну в смысле не подарят Какая же музыка классная... Ее уже продали на какой-то... Ее уже продали на каком-то... Ее продали, ее все это Ромина картина Но он прошел срок годности и ее не забрали Все, поэтому у него нет уже этой картины Вообще, он, если честно, он мне сказал, что я могу их продать на аукционе Я после... Я тогда... Это было в чате причем Я тогда на него обиделась и сказала Ну все, скотина, тебе мои картины нравятся? Он сказал Да, не нравится Ну нет, он так не говорил, но я все поняла Вот Я так хотела обидеться, но картины действительно были не очень Поэтому у меня это... Еще... Только Туза У меня две... А как я... Подождите, какая еще? Блокмеса Вот эта вот... А третью я так и не помню какую Напомнишь, какая третья была? Наверное, ты даже не вспомнишь, да, Ром? Ты не забрала Эту я заберу, если ты будешь уверена А я-то в чем уверена? Если я буду уверена, что ты ее заберешь Вот это вот, знаете, сомневаюсь Тебе уже, знаешь, никакого доверия, Ром Вообще, ноль Котика уже отправили? Нет, не отправила еще У меня и котика И это... Как ее? Еще пантера лежит Пантера уже запакована лежит А котик еще Котик еще не запакован Еще мне нужно вот здесь вот такие вот штуки дать Ой, чай макнула Скажи, тебе эта картина понравилась, потому что я... Потому что она... Потому что она каркаде Картина каркаде Тебе просто чай нравится, каркаде, да? Так, ее уже продали Не надо Просто у Ромы пока нет отдельно стоящей дачи под картины Ну да, подвал хотя бы какой-то пустил У тебя подвал есть в доме, Ром? Если подвала нет, и картины некуда стоять, а тебе не отдам Понимаешь? Нужно... Я не просто... Я не позволю ей стоять в пакете Или быть незабранной на почте Если учесть, какие ролики Ролики о картинах он тебе недавно скидывал Можно предположить, что ему не очень нравится каркаде А че, какие там он ролики скидывал? Я не помню Напомните, о чем вы это говорите Я уже почти заканчиваю, потом глаза останется сделать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему ты с кем-то обсуждаешь мою картину? Потому что это не твоя картина Квартина Вообще, в данном случае, она моя Будешь? Женя, не все можно за деньги купить То, конечно, спасибо Может быть, все Кто смеялся? Я смеялась сейчас? Сами смеялись Очень смешно было Конечно, шутки про деньги вот эти Глаза боюсь Сейчас будет много руины Квартина какая Я же тебя Помнишь, на аукционе? Я постоянно называла картины квартирами И сейчас тоже самое Ну, знаете ли, ничего так получается Смотрите Лук Гарлик Ну, да, конечно, там красивее Не надо просто близко смотреть Вот это замазать Вот это замазать И подтереть Вот здесь Или точек Еще добавить Дай мне чай Ссылку на плейлист Ambient Ой, ладно Ладно Сейчас скину Ctrl-C Ctrl-V Оп Оно работает? Белого мало для света Это была песня Не успел подсознать Это была песня Это была песня Я тебе сейчас скажу Знаешь, какая минута была? Это была песня Вот, наверное, вот Час восемнадцать Час восемнадцать Час девятнадцать Переход Час восемнадцать Как это было? Как ты солнце рисовал На здоровье Что, вежливый Какой-то себе Привет, Олеся Какая твоя любимая картина? Моя любимая картина Моя любимая картина? Нет, ты любимая картина Ботифул пейнт Алсайя Спасибо, Нит, что не тысяча битов Спасибо, Нит, что не было А, я завитушечку тут не дорисовала Сейчас, подождите Прекрасно Спасибо Вот тут должна быть, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господи, время-то уже сколько Мне уже спать пора ложиться Возможно, этим акрилом можно тарелки под нос Кайрамику дерева расписывать В том числе и большую кружку стримера Можно Вот эта вот хрень мне не нравится Она вообще не в те вот тут Да? И вот тут напрашивается еще одна Куда можно, куда завиток? О, какой он белый Зря, что-то кажется Зуси Заскрасит Ой-ой-ой-ой Руина настала Субтитры создавал DimaTorzok Ничего, я там подпора, когда будет Когда будет, когда будет, когда будет Что? Когда высохнет Сердечко получ... Увечка получилась Нужно вот эту убрать Мне она вообще не нравится Жень, а куда ты ездил? Ты на работу? Ты уже приехал? А чок уж... А, ты же не ездила О, вот так мне больше нравится Только здесь Завиточек сделаем поменьше Зачем? Зачем? Зачем ты делаешь То, что ты делаешь? А я не знаю, зачем я делаю То, что я делаю Наверное, потому что Мне так понравилось Рррр... Чё? Барб, что? 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 Опять уже пропустила? Шикарный видосик, кстати Вроде кто-то скинул Я такая должна сейчас Все бросить и посмотреть Или что? Ладно вам это скинуть Музыку Только что ходил с Силько И не стал повторять Вчерашнюю ошибку Взял два ананаса Ты же три должен был взять Алло А чё так музыка громкая Сейчас оглохнет? Уже лучше На 10-летие канала Все, нет У меня завершающие штрихи, ребят Дайте закончить И мы пойдем всем спокойно спать Можно? Спасибо не тысячу, битов Спасибо не тысячу, битов Спасибо Отвечаю Возил детей в школу Нет Сегодня из дома Ел супа Потом кофе Голодовка закончилась Когда картину вышлешь Не хочу с собой вести Жень Ну что это Что начинается Что ты на меня давишь Я не понимаю Вот что это такое Это что за провокации Вообще Давай еще Давай миллион Битов скинешь Провоцируй меня Провоцируй Сделай из стримера Знаешь кого Эту Ну Не знаю кого А что детям есть тело Рассказывай Эклеры В В телеграме было Ну как-нибудь Посмотрю Спасибо Спасибо что ответил Что чем-то детей кормил Очень интересно Вообще вкусно Видно Сразу видно Что вкусно Сразу видно Сразу видно Все вкусно Я вот так и поняла Что когда в телеграме Значит это точно вкусно Я могу даже не смотреть По идее Потому что Невкусную еду В телеграм не скидывают Хотя нет Ребята скидывают иногда Такой кошмар скидывают Что даже смотреть не хочется Потому что так жрать После этого Сильно хочется Вот Все нет Глаза рисуем ребят Тут Пусть улички нарисовали И теперь глазки Давайте Ну поехали Ну поехали Сейчас будет Там рота будет Клюв будет Спецэффекты Все Очень важный момент Пожалуйста Глаза Глаза Нет Нужно еще Не только глаза Я поняла Нужно еще Обводку Более светлую сделать Получится Нет Не знаю Прям знаете Прям бело-оранжево Сука Я не знаю Как этот цвет Свет Оранжевый Белый Оранжевый И белый И белый И оранжевый Как Никак Не получится У тебя никогда Так как на картинке У тебя будет руина А знаешь А знаешь почему У тебя получится Руина Не знаю Как ты не знаешь Потому что Ты руина И заткнись А уже Это все Я спать хочу Кто спать хочет Потом поспишь В следующей жизни Ой как сложно Вы не представляете Сейчас будет все Я буду Пойду 500 раз Перевисовывать Ух 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы никогда не видели, что я рисую? Я закрыла микрофон, как я тут вырисовываю Вот когда нужно было китать петель. Олеся, убери микрофон Ой, я устала Все, подкрепилось? Теперь Убрать лопик И рота Что-то с ротой делать А что я могу с ней делать? Нет, она уже все заруинена Да, конечно Убрать лопик Убрать лопик У меня будет женщина А Феникс бывает женщина? Убрать лопик Вот Это только мужик Насколько я понимаю, это мужик У него взгляд мужской А мы можем губы сделать или ресницы? Нет. Выпить феникса. Выпить феникса. Выпить феникса. Мы увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok А так бы конечно да Не пойдет Все художники дебилы да? Ну вы же в курсе Поэтому не смотрите что я начинаю делать что попало Вообще на самом деле Это как раз у меня естественное состояние Не знали? Здравствуйте, знакомьтесь мне не подойдет а чем бы пульнуть а вот этой если мы ее конечно раскрошим макс привет а наушники зара закрасить зачем почему он в бане он грязный ты злишься на него? нет нет знаете на кого я злюсь? знаете на кого? не знаете? и я не знаю ой готова руина ой большая руина маленькая поменьше надо да побольше белого сейчас подождите на рому? а рома что сделала? я что-то пропустила в чате? что там и наверху есть? а там вот большие все хватит и теперь большие капельки нужно нарисовать да? да 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 я тоже так считаю барбарос а ты тоже считаешь что большие капли надо рисовать? иначе будет мало акцентов а вы знаете что барбарос сказал? он вообще сказал что не будет мой карсинбра потому что он говорит ну ты сказала и вот я теперь все ну он типа тоже обиделся но он типа честным хочет быть я не знаю как это сделать это не кружочки какие-то а плюшевые штучки можно больше воды что ли? Я вообще тебе хотела картину подарить А ты такой Ну, я как бы вообще не буду больше картину покупать Пусть кому-нибудь хоть достанутся Тому, кому ни разу еще не доставались Кому у нас ни разу Сашке не доставались Саша, ни одной моей картины нет Но он скажет, да нахуй нам не надо Да? Вот честный человек Мне нравится Сашка Вот за что мне Сашка нравится? За то, что он честный Если он говорит, что мне нахуй картина не нужна Как бы, ну, это же будет правдой Не обидно Сразу не обидно вот становится Вот правда Вот когда человек не врет Даже если он скажет правду, вообще не обидно Ну, как только начинается вот эта вот ложь Вся такая противная вот эта вот Фу, мерзость За что я Сережу, конечно, в банду Конечно, на доль шибать Мне нужны твои картины Да я на них драчу А на самом деле он отправил на дачу их Чтобы они там чили-босили Вот это вот Вот тут еще надо Так, там есть? Есть, только вот что-то не кругленькое ни хера И знаете еще что? Я говорю Ну, хоть одну покажи картину, что ты повесил Он говорит, потом Он только потом, наверное, их развесил Только потом сфотографировал Обидно, да? Нет Конечно, обидно Нет, чтобы сразу сказать Не нужны, да? Так хочется что-то в чат написать А ты забанен? Да Ну, соболезную Соболезную, конечно Как же я тебя понимаю Тоже иногда хочется написать что-то в чат А я могу сказать Мне веселее Я их отправил на дачу Потому что надеюсь Что однажды ты приедешь туда А, ну мы с Женей приедем Звольем туда Ты не думаешь, что я туда одна приеду Мы обязательно приедем На Тесле Картины смотреть Мы приедем с Женей на Тесле Картины смотреть На дачу Сережа Так, все вроде Вот это вот Знаете, вот это Ой, какая песенка веселая Знаете, по ней по полю с конем ходить По летнему Нормалин Ой-ой-ой, опустила прям Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Поп relation Что, готова? Нет. Ну да, вот так и мы художники такие, вроде готова, а вроде не готова. Это я себя художником сейчас назвала? Ну же, и да, и да, и да. Вот так уже лучше. О, вот это уже лучше. И вот тут еще мне вот это хочется беленьким сделать. Гвостики вот эти вот. Субтитры добавил Dima Dima Dima. Никто не знает, что сказать. Маски уже. Дебют. Ммм. Она просто по бортику идет. Чай, блин, закончился. Ладно. Все нормально. Это каркадель... Все или не все? Подождите. Мне нужно со стороны посмотреть. Хорошо. Что это значит? Для тебя «поседたい». Хорошо. Всё. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за подарочную подписку Маша Грин Кстати, кису не слышно уже давно Я ее не выпустила, не закрыла У тебя кровь на шее Ты сегодня кушала вообще? Конечно Я и не покушать Что я хотела добавить? Вот это вот, палочки Смотри, здесь наушники спохабили Как бы это сделать? Я сейчас боюсь руину сделать, но мне же добавить немножечко листиков Вот сюда Вот сюда Вот сюда Вот сюда И вниз О, ну тогда другое дело уже О, ну тогда О, ну тогда О, ну тогда И вот это уже было лишнее А сейчас А сейчас А сейчас нормально? Ну ладно, сейчас Не так будет мокренько Сейчас все исправится Мне нравится Теперь попробуем выключить свет А теперь попробуем Не отключить Но вдруг все-таки Будет чуть-чуть отражаться Серьезно 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 Что? Ну ладно, я не знаю О, вот Несла 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 Его Под углом Подождите А может просто Света поменьше? О, вот так. Свет! Подождите, сейчас это вот уберу. Сейчас фотку будем делать. Подождите, еще не делайте фотогарточки. Где микрофон? Теперь фотка. Олесю не подписала. Олеся. Подождите. Это не она, это не она, а это она. Как обычно, с кривыми буквами своими. Ну, я не умею, у меня нету подписи. Как придумаю, так буду вам нормальные подписи ставить. А пока будут такие. Пока. 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 Parks. Субтитры подогнал «sим». Нужно найти вот так, да? Да не хочу я быть прокладками OB. OB это, ну, даже точки там так есть. Все? Вернила? Вот. О, слабо реально, короче. Ну все, короче, Рома отказывается от картины, да? Все, Рома, да? Сдался не очень? Кого ближе? Вот так? Все, короче, сфотографись. А может с этой стороны? А может с этой стороны? Ну, рассказывай. А может с этой стороны? А может с этой стороны? Ну, рассказывай. Как у вас дела? Что вы делаете? Нет, норм картина. Ну что, тогда забираешь или мы ее отдаем? Ну? Ну? Только, только честно говори, не надо вот эти вот твои... Да, конечно. И потом, но она мне не нужна. Что? При... Ни ком... Ни... На ком свете она... Даже жопа лучше смотрит. Сука! А ты... Ты вообще охренел? Не пойму. Ой, что у меня язык желтый? Или не желтый? А что у меня желтый? У меня рот желтый. О! Прикольно. Дела нормально. Прикинь, смотрел, как Олеся Ляпату рисует. Не, ну мне нравится. Я думала, хуже получится. Вот. Думала, что хуже получится. Саша с Лехой уже зачитались. Фонсбро, хеллоу. Ты действительно вырастил очень много, когда ты начинал. Ты становился очень талантливым артистом. Спасибо. Что такое, да? Я сейчас имею в виду 4 тысяч долларов в моем БТК аккаунте. Не знаю, что такое БТК аккаунт. ну что я прощаюсь с вами наверное уже да а что мне с вами делать рп отыграла картины нарисовала вот bitcoin вон она начала олеся вы не выше вы не высох вы не высохших красках фенол не ешь ее хорошо больше не буду буду стаканчик приносить посиди еще чуть ну ладно давайте только не в ног давайте пять минут и все я пошла блять опять прыщ какой-то к заебали болячий на щеки только один выдаешь 2 появится сколько можно меня издеваться список варис президенья кончился а давайте включим мою любимую песню какой час я включу из всего списка я помню она где-то тут это кажется она или это 56 секунд там про помнить только вступление было классно она а что ты там нашел я где-то уже я слышала это из моего же списка эмбиента рома сколько картина стоит во кстати если рома откажется феникс же следующий на очереди кто картину просил потом женя нисколько я пока у меня сегодня было не денежная картина я потом уже когда вот решала ну что мы будем делать вот со следующей картины когда сайт уже сделают я буду дождусь когда сайт сделать и следующий раз нарисую первая картина вот тогда уже будет денежные картины а пока нисколько сколько сколько заплатят ну типа я там отправлю а там сколько захотишь только и заплатишь я же сказал возьму на все 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 молчу все феникс могу потом следующего феникса нарисовать вот смотрите у меня фениксы хорошо что получается и животные если что феникс я могу потом но не знаю ну явно не такого формата может быть я не люблю по заказам рисовать но ты можешь попробовать не скинуть фоточку которая типа нравится если она меня впечатлить это просто реальный рандом я просто рандомно как увидел так вот и просто знаешь как вот хочу я очень хотела и нарисовать очень а где у феникса лапы в пизде нету моего фениксов лапы мне ноги оторвали он инвалид верни чат а чё ты сразу не сказал не мне не эта песня это не моя я не хочу эту песню у меня другая песня моя любимая а это вот она в минут подождите это тут мне кажется вот это она ну и ладно женя не обижайся я вот когда ты просил себе с картину ты сразу сказал я хочу ее и мне кто бы не просил я тебе отдала поэтому не надо все по чесноку нет я вообще по идее могу я могу вот так взять как чё хочу ты делал моя картина моя картина кому хочу хоть десятую очередь но раз так вот у нас ложилась вот а леса я так рад что ты наконец-то решила отдать эту картину тому кто ее хочет да тем более кстати это да он напился по-любому потом откажется картина я уверенна ладно может не написал он сегодня трезво даже рп смотрел он заслужил вот да мне кажется вот это моя песня или не она я сейчас послушаю предлагают дать картину сереже ну это уже знаете четвертой на очереди после жени получается это значит а я думаю черт да нет все равно кажется желтые это получается рома потом феникс потом жени а потом уже сервер если только жени откажется это потом только может сережу достаться но к тому времени когда он к сереже уже дойдет ну я там уже вспомню о том что сережа их вешает к себе в гараж в этот на дачу и перехочу клево получилось можешь сфоткать на фотик в высоком разрешении или скан они уебищные получается раньше сканировала но это было ужасно вот именно скрины со стрима они делают почему-то очень красивыми фотографии вот я не знаю я пофотка но они обычно на фотографии именно у меня айфон охуенный нафиг мне там я со всех сторон перефоткаю но будет ужасно по-любому не пойду в попу там и радостник просто рома был на рп а женя нет женя ну нет не ну в принципе можно так оправдаться но просто рома рома первый сказал про картину правда может конечно я путаюсь но больше никто и не хотел вот разыграя между нами все равно выиграет кедик сегодня походу не кедиковая а у нас же еще сегодня рома каким-то образом рандомную випку получил температура не возвращалась не знаю давайте померим сейчас из жопы достану подожди и в подмышку ставлю когда я начала стрим не было я начала стрим был 36 и 6 потом я померила было 36 и 7 вот а сейчас не знаю сколько не мне кажется это не эта песня подожди я хочу нормальную песню а может она не тут было может это было skywalker блять это было skywalker вот еще же мой любимый альбом skywalker ambient mix тут была моя песня вот она да нет там еще помните а вот это она делала ты охренел рома все себе награду это моя идея была сука нет тебя феникса больше был феникс и не было где где а а пока ром она она дайте музыку она по-моему вот это все готовы я просто искала музыку для проще чтобы знаете вот на хорошей ноте попрощаться вот а еще градусник да померюсь скажу попрощаюсь нет это не она ну ждите ваш никуда не торопитесь ну все потерял свою любимую песню а ну а а а и Тату? Или вы будете получать? Может быть, экстрим? Тату? Нет. Просто для друинга. Олесь, Рома не может обманывать, он же ни одной картины еще не получил от тебя, смелуйся уже и отдай хоть одну картину ему. А чё он... А чё он говорит, что, ну, фигню всякую говорит? Всё, я не нашла, нет этой песни. Будем прощаться под то, что есть. Ребят, я хочу вам сказать... Спасибо за то, что вы поддержали меня на РП, за то, что были на моем скучном рисовальном стриме, вот. Вот, увидимся, я думаю, завтра. Чё мне отдыхать делать-то всё равно нечего. Вот, если меня завтра сайт поднимут, то мы будем ещё рисовать. Может быть, какие-то такие, я сегодня вечерком, после того, как поработаю, посмотрю ещё, какие там есть картинки в интернетах. Может быть, что-то ещё захочу. Вот. Ты нам сочувствуешь? Да. Честно. Да ты ещё и... Не, не художница, я тут научусь. Саша написал песню, разве не она? Сфот... Где? Где, Саш? Саша, где? Я не бачу. А я бы скри отдал. Её скри? Чтобы он восстал из пепла, мне его не хватает. Ты издеваешься? Когда люди уходят со стримов, они начинают новую жизнь. Понимаете? В реальной жизни. Он удалил всё. Он попрощался с интернетом. Это хорошая... Это хорошая возможность, наконец-то, начать, не знаю, новую жизнь. Возможно, он сменил работу. Переехал в другую, там, не знаю, эту... Другую квартиру, нашёл девушку, там... Она у него, там, с пузом ходит. Ну, нахера ему, блядь, этот ёбаный твич? Вот. Поэтому давайте даже не дёргать. Это тяжело уходить. Когда ты привыкаешь к какому-то, ну, постоянству в своей жизни, очень тяжело потом от этого оторваться. Ему тяжело. И если ему тяжело, а мы ещё будем как-то... Может, ты вернёшься на картину, на тебе жопу? И он такой, блядь, и вернётся. А зачем это надо? Пусть, наконец-то, вот это... Нормально ему, я думаю. А если ему там будет скучно в той жизни, он вернётся к нам, и мы будем ждать уже с другими картинами, с другими жопами. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Может, он не Илья уже совсем? Может быть. Спасибо. Пока, Дарри. Олеся. Спасибо. Было интересно. Пока, Саш. Пока, Димгер. Пока, Дима... Димитрий Крой. Пока, Грей Кэт. Пока, Рездик. Пока, Алексей Шадл. Пока, Феникс. Пока, Нетвокер. Пока, Калми Бастин. Пока, Бандит. Пока, Хон. Пока, Кабиро. Пока, Уилсон. Вот. Смотри, на кого я ему эту песню скинул любимую. Это правда она? Это моя любимка? Ждем, ждем, Фрильпех. Мы прощаемся. Она коротенькая. Пока, Мисквитс. Пока, Кришма. Пока, Кевин. Пока, Зинурчик. Пока, Исканхабар. Бага... Но... Пока. Пэ-пэ. Пока. Жалко, что я толком ничего не поняла сегодняшнего обращения ко мне во время рисования. Пока, Леся. Пока, Барбарос. Пока, Лолитошка. Давай, припев. Ну, не она. Там нет... А-а-а, вот этой. Или есть. Пока, Мандель. Все, не та. Вы не нашли. Тут нету... А-а-а-а. Вот это было. Понятно. Даже мои песни любимые не знают. Все, я ушла. Пойду искать без вас песни любимые. И бардак тут убирать. Господи, сколько срача опять. Сouldей. Сicie modèle. Боже мой канал! Эта награмма, инстаграмма. Пока, Вионус. Пока фондус брахман. поздно тари все я ушла него песню искала свою